Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наше всероссийское родительское собрание с бережом наших детей. В образовании сложилась ситуация, которая требует безотлагательного решения. С 1 сентября 2022 года вводится новый федеральный стандарт образования, который буквально вводит и узаканивает цифровое образование и использование искусственного интеллекта. Поэтому сегодня мы, представители родительского и педагогического сообщества, собрались, чтобы обсудить этот вопрос и наметить шаги для его решения. Моя соведущая хочу представить. Это представитель Союза педагогических и научных работников призвания, педагог высшей школы, кандидат социологических наук, доцент Нарудинова Аида Наилевна. Здравствуйте, уважаемые друзья! И да, и со мной вместе сегодня ведет наше собрание активист Всероссийского родительского союза «Вместе» Теречева Юлия Александровна. И действительно, мы сегодня собрались обсудить очень злободневный вопрос, потому что родительское сообщество уже давно обеспокоено тем, что сейчас происходит, изменение традиционной системы образования. И вот результаты всероссийских региональных социологических опросов показывают, что родители очень обеспокоены и выражают свое несогласие с тем, что происходит. В частности, многочисленный опрос общественного мнения, который провел независимый исследовательский центр, в разных регионах, более 20 регионов были представлены, показали эти опросы, что родители не желают отдавать своих детей на обучение искусственному интеллекту. Они не хотят, чтобы дети обучались в цифровой среде. Также родители не поддерживают дистанционное образование. Они не поддерживают полную оцифровку детей, то, что нам сейчас предлагают. То есть сбор всех данных о детях, которые сейчас предлагают, об их успеваемости, об их достижениях. Родители выступают за традиционное образование с учителем, за традиционное образование в школе с другими сверстниками. И поэтому родители уверены, что внедрение цифрового образования кардинально изменит систему образования. А это требует всенародного публичного обсуждения. В частности, неоднократно родители высказывались о необходимости создания рабочих групп при министерствах с участием родителей для обсуждения необходимости внедрения цифрового образования. Все эти опросы являются научными, с репрезентативной выборкой, поэтому они отражают мнение подавляющего большинства родителей в тех регионах и городах, где эти опросы проводились. Я хочу отметить, что проблемы цифрового образования Комитет по образованию и культуре Общенародного союза Возрождения России это обсуждение проводят уже не первый раз. И вот одно из наиболее ярких наших обсуждений было в прошлом году, когда мы обсуждали как раз-таки последствия дистанционного образования, цифровое образование. У нас прошла всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Цифровое образование, прогресс или деградация». По результатам этой научной конференции у нас вышел сборник, где представлены и результаты социологических опросов, где представлены и статьи ученых, и практических педагогов, которые неоднократно высказывались об опасности введения цифрового образования. Мы совсем недавно получили этот сборник, его тоже можно при желании приобрести. Давайте все вместе вспомним, что в декабре 2020 года премьер-министр Мишустин подписал постановление о проведении образовательного эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, сокращенно ЦОС. Участие в образовательном эксперименте, как подразумевается, добровольное. В ряде регионов было внедрено это цифровое обучение. Везде оно проходило по-разному. Это подразумевалось и введение электронных досок, а также различных полных или частичных использований цифровых технологий в обучении. Например, использовались такие цифровые платформы, как УЧРУ, Сберкласс, Я-класс, Сферм, Фоксфорд, Московская электронная школа и так далее для обучения детей. Это был, напоминаю, эксперимент. Он должен был завершиться к 1 сентября 2022 года. Однако не прошло и полугода с момента подписания постановления от ЦОС принимается новый федеральный государственный образовательный стандарт, который буквально узаканивает цифровое образование. Это произошло, обратите внимание, 31 мая 2021 года. То есть эксперимент даже не закончился. Его результаты и последствия неизвестны. То есть, а как сказалось на детях это цифровое обучение, как показали себя эти платформы, насколько изменилось образование в ту или иную сторону? Результатов экспериментов мы нигде не видим. Но, тем не менее, традиционную систему образования, получается, уже ломают. Действительно, неспроста, наверное, родительское сообщество, прежде всего родительское сообщество, забило тревогу в связи с введением новых гос. Если внимательно посмотреть, мы увидим, насколько глубоко проникает цифровая образовательная технология, учебный процесс. Обновленный в гос, он допускает внесение в рабочие программы по предметам использования электронных ресурсов. В качестве примера я приведу рабочую программу по математике для начальных классов. Это все есть в архивном доступе, вы можете тоже сами посмотреть. Это так называемая примерная рабочая программа, она так называется, одобрена, подчеркиваю, Министерством просвещения и Российской академией образования. Электронные средства обучения, как написано в этой примерной рабочей программе, будут использоваться в качестве учебников, словари, компьютерных тренажеров, образовательных сайтов и так далее. Они будут использоваться как под руководством педагога, так и самостоятельно учениками. То есть на лицо мы уже видим, что уже конкретно в рабочих программах вот эти цифровые образовательные ресурсы, они четко достаточно прописаны. То есть получается, что система внедряет цифровое образование, эффективность которого не изучена и не доказана. И на мой взгляд, это как педагога, это на самом деле нонсенс. Давайте мы перейдем уже непосредственно к обсуждению проблематики нашего сегодняшнего собрания. Я хочу предоставить слово Жильцову Ирине Александровне, председателю Всероссийского родительского союза «Вместе». Она расскажет об опасностях, которые таит в себе цифровое образование, и о некачественном, разрушающем психику ребенка контенте. Ирина Александровна, вам слово. Добрый день, дорогие друзья, рад вас приветствовать на Всероссийском родительском собрании с бережом наших детей. Я хотела бы затронуть тему последней тенденции в системе образования и новой идеологии воспитания в школе. Итак, оказывается, ЕГЭ, выполнив свою роль, приучив детей к тестам, сейчас отмирает. Теперь ученика будут тестировать ежедневно, искусственный интеллект будет каждому назначать индивидуальную траекторию и вести цифровое портфолио. А учитель станет, по сути, приложением к оборудованию, тьютером, как их называют на новый манер, который будет открывать класс и включать приставки. Об этом нам в открытую говорят чиновники. Что самое интересное, в России планируют отменить выпускные экзамены в формате ЕГЭ, и такую уверенность выразил заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Максим Зайцев. По его мнению, на помощь абитуриентам при поступлении в УСТЕР придет цифровое портфолио учеников, которое будет собираться чуть ли не с начальной школы. Цитата. Сейчас обсуждать создание цифровой копилки, куда будут вноситься достижения каждого ребенка. Такое портфолио может стать основанием для поступления в ВУЗ. Ученые и преподаватели ВУЗов уже сейчас отмечают, что уровень студентов, обученных по ЕГЭ, остается на уровне девятого класса. Эта тенденция отслеживается профессорами, которые ведут образовательную деятельность в течение 30-40 лет. Так вот, именно этот рубеж девяти классов образования, когда детей усиленно начинают натаскивать на тесты. То есть теперь реформаторы пошли дальше. Экзамены по новой задумке можно отменить и провести на нон-стоп-тестирование в игровой форме с начальных классов. На мой взгляд, это жуткие перспективы, и они уже видны сейчас. То есть цифровая среда, которая как эксперимент проходит в наших школах, и некачественный контент. Вот некоторые задания образовательных платформ, они не выдерживают никакой критики, даже не специалистов. И родители из разных городов к нам в Союз присылали такие задания. Часто встречаются явные ошибки. Некоторые тексты были переведены программами с английского языка, обычными переводчиками. Или, например, дается задание проанализировать стихотворение, где дерутся дети, делая акцент о смех и юмор, когда другим больно. Цитата текста задания. Прочитать стихотворение Олега Григорьева и ответить на вопросы. Почему стихотворение вызывает смех? Какой прием использовал автор, чтобы заставить читателя смеяться? Отрывок из стихотворения. Борище взял тетрадищу, да как треснет по лбищу славищу. Славище взял скамеющу, да как треснет борищу в шеищу. Обучающее видео, на которое дает программу ссылку, содержит рекламу, например, знакомств для пятых классов. И в рекомендованных видео ребенку предлагается отшить училку или предка. И никакой защиты контента нет. А наоборот, идет пропаганда о моральных качествах в лице, например, Дани Милохина или Моргенштерна, Ютуб Геев. В настоящее время творчество молодых исполнителей, таких как Моргенштерн и Милохин, я считаю, ведет к моральному разложению. И их ни в коем случае нельзя делать кумирами наших детей. Из их клипов можно видеть рекламу порнографии, наркотиков, алкоголизма и ЛГБТ-ценностей. И все это извращает сознание подрастающего поколения. Спросите своего ребенка, знают ли они таких исполнителей. Вы будете удивлены ответу. Проблемы некачественного контента в вытеснении учителей школы искусственным интеллектом меркнут перед идеологией методичек Национальной родительской ассоциации. Именно с 2022 года эти методологии стали поддерживать и продвигать наше Министерство просвещения на уровне государства. Итак, по данной программе не остается ничего от традиционных систем, не только образовательного процесса, но и воспитания подрастающего поколения. Отсутствуют базовые понятия, что хорошо и что плохо. Толерантные отношения ко всему. Мы знаем результат такого воспитания. По сути, это трансгендерное воспитание бесполых людей. Например, Национальная родительская ассоциация продвигает родительский университет. Там говорится о модернистской семье. Это проживание в общинах, в дистанционных семьях, внедрение компетентного родительства. По сути, это лицензионное родительство к запрету рожать детей без санкции государства. Такой пример уже есть в Европе, например, в Великобритании. Как говорит Бриджит Робб, глава Британсской ассоциации социальных работников. Взрослые, у которых были проблемы с обучением, получают рекомендации не иметь детей. Поскольку они с ними не справятся. Если же беременность всё-таки наступает, рекомендуют сделать аборт. Страшно, правда? Мы себе пока такое вообще не можем представить в России. Или, например, продвигают детский телефон доверия. Это, по сути, инструмент доноса на родителей. Это инструмент ювенальной юстиции. То есть идёт серьёзная обработка сознания детей первых-четвёртых классов. Внедряется принцип доверия к чужому человеку вместо доверия к родному. Также в этих методичках чётко прослеживается продвижение таких ценностей, как child-free, толерантности, гендерных, ЛГБТ-ценностей. Учащих, например, знакомят с понятиями традиционной и современной семьи. То есть традиционная семья в прошлом и уже не модная. Тут и продвижение ЛГБТ через гендерную идеологию, и подрыв института брака через задания по примерке роли партнёров в семейных отношениях. То есть девочки выбирают роли мальчиков, мальчики выбирают роли девочек. Продвижение безбрачия и child-free. Вот один из примеров методички, которые подсознательно работают на продвижение бездетности. В более выгодном положении находится домохозяйство, состоящее из одного человека. Дети в семье помимо радости – это ещё и серьёзные расходы. Появление ребёнка приводит к снижению доходов семьи. Каждый раз, когда женщина собирается рожать, она думает о том, в каких условиях будет жить её ребёнок. Ведь каждый последующий ребёнок усугубляет и без того тяжёлое положение семьи. Интересно, что про отца вообще не сказано ни слова. Не думайте, что это где-то далеко, что это в Европе, в Америке. Нет. Вот к нам в Союз родителей пишут буквально с разных городов, что проходят недели толерантности в школе с 1 по 11 класс. Например, город Лиски, Воронежская область. По словам родителей, за ширмой официальной борьбы с гей-пропагандой среди несовершеннолетних российские школы растят из детей адептов ЛГБТ. Посмотрите рисунки, которые первоклассники приносили домой. Это цветные ромашки. Это непонятные существа, одного пола склеенные по туловищу с двумя ногами, с двумя руками и с двумя головами. И недели толерантности проходят под такими девизами, как «Цветок добрых качеств», «Всем советуем дружить», «Дружат дети на планете», «День комплиментов». Это то, что буквально проходит уже в каждой школе. Или вот, например, свежайший пример внедрения компетентного родительства в Россию. Только на днях по родительским чатам по всей стране рассылали приглашение от Министерства просвещения на Всероссийскую неделю родительской компетентности. Она будет проходить с 16 по 22 мая 2022 года. И в рамках этой программы предлагается реализация мероприятия по оказанию психологических услуг. То есть родители будут тестировать, компетентные они или нет. Я бы отказалась от таких тестов. Куда потом эти данные идут? Какую цель они преследуют? Не говорится. Это приучает нас к компетентному родительству. И таких примеров на разные темы очень много. Когда происходит подмена понятий морали и этики воспитания будущего поколения. То есть окно овертонов действия. Это методика воздействия на разум общества, разделённые на этапы. Первый этап, когда это немыслимо, потом становится радикально, приемлемо, разумно, популярно и доходит до государственной нормы. То, что мы сейчас наблюдаем в Европе и в Америке. Мы сейчас в России, я считаю, на середине пути. И можем ещё остановить безумие, которое готовят нашим детям. Пока точка невозврата не пройтена. Я считаю, что мы, родители, должны призвать реформаторов к ответственности и защитить наших детей. Да, эта работа требует затрат времени и сил от нас. Но кроме наших детей, никто их не защитит. И получается, те, кто разобрался и понял суть этого коварного плана, по превращению наших детей в тупых и толерантных ко всему геймеров, нам нужно и действовать. Я приглашаю вас вступать в ряды нашего союза родителей вместе. Спасибо, Ирина Александровна, за столь подробный рассказ. Примеры эти действительно потрясают. О чём мы говорили, что невозможно это представить было бы, как мы избавляемся от западных ценностей, но всё это, как мы видим, внедряется буквально уже в наших школах прямо сейчас. Хочу сказать, что реформирование нашего отечественного образования ведётся уже много лет. В качестве эталона в своё время реформаторы выбрали именно западную модель. Для того, чтобы глубже понять происходящее, я считаю, что всем нужно ознакомиться с форсайт-проектом «Детство 2030», которая родилась в 2018 году в агентстве стратегических инициатив. Куратором форсайт-проекта стал Дмитрий Песков. Не тот, который пресс-секретарь президента известный, а известный в либеральных кругах IT-эксперт и руководитель. В чём же заключается эта концепция? Она очень такая развернутая, большая. Эта траектория дорожной карты размещена до сих пор в интернете. Её можно найти, ознакомиться. Но если совсем коротко. Первое, что она нам предлагает, это геймификация образования. То есть процессом должен управлять не человек, а искусственным интеллект. Само образование для лёгкости усвоения материала должно иметь игровую форму. Игра должна вообще стать новой формой, научив ребёнка работать в команде, стремиться к лидерству и конкуренции среди сверстников. Также она предполагает эту концепцию смерть форматов, так называемую. Оказывается, существующая сегодня система образования является неэффективной и должна быть ликвидирована. При этом там и указаны сроки. К 2035 году. Окончательный её слом должен быть. По замыслу реформаторов, книги, статьи в системе образования в текстовом варианте уже будут не нужны. Наверное, их заменят какие-то яркие, весёлые анимации, которые в лёгкой игровой форме будут передавать знания учащимся. Не нужны также станут в нашем классическом понимании и учителя. Их роль будет постепенно снижаться, и она будет сводиться просто к наставничеству. Поскольку текстовый формат больше будет неактуален, всеми гаджетами и процессами можно будет управлять голосовыми командами. А если потребуется что-то сохранить в виде букв, то программа сама распознает речь и исправит ошибки. Также в концепцию входит ландшафт нового образования. Здесь я хочу обратить ваше внимание на этот момент. Сначала предметы вытесняются траекториями. А что мы видим, если открываем любую платформу цифровую, там Сберкласс, Фоксфорд, сферам в первую очередь их разработчики заявляют именно это слово есть, траектория обучения. Затем упраздняется система оценок, их заменит паспорт компетенции. Но сейчас это другое слово, я его встречаю, это портфолио учащегося. По сути остается та же самая, что о ребенке с первого класса, буквально даже с дошкольного возраста, собирается вся информация о успехах, неудачах, о его психологических особенностях, здоровьях. И вот этот паспорт компетенции, либо это сейчас будет там портфолио учащихся, хранится также в цифровом виде. А также вводится обучение при помощи нейроинтерфейсов и развиваются виртуальные тьютеры, ну или кураторы по-другому. В итоге доминирующая форма образования и социальной жизни сводится к искусственному интеллекту в виде наставника. На самом деле это такая, скажем, многие скажут, что это фантастика какая-то, и такого не может быть. Но если проанализировать то, что сейчас происходит, то мы увидим на практике, что это все внедряется в жизнь. И малыми шагами эффект такой, как сказать, медленно варит эту лягушку, и она этого даже просто не замечает, что уже эти портфолио, цифровые платформы плотно входят в нашу жизнь, гаджеты. И в принципе самое страшное, на мой взгляд, что родители не видят в этом ничего такого. Они говорят, ну это нормально, за этим будущее. Да, на самом деле ситуация достаточно серьезная, и мне кажется, действительно с вами согласны, что нас вводят в это постепенно. Да, вот так, шаг за шагом, и как-то мы это не замечаем. Мы, наверное, серьезно столкнулись с ситуацией в 2020 году, когда мы, все помним, сидели на дистанте вынужденно, и тогда уже ведущие педагоги, педагоги высшей школы, они уже поняли вообще всю серьезность ситуации. Что это вот не временное явление, как нам тогда говорили, помните, да, все прекрасно, а что это на самом деле целенаправленный процесс. И вот тогда, в мае 2020 года, ряд ведущих ученых, педагогов высшей школы, они написали открытое письмо Владимиру Путину, президенту России, в котором сказали, что они высказывают свое опасение, что введение искусственного интеллекта, ну то есть постепенно, в нас дистанционное образование, в том, введение все больше искусственного интеллекта, фактически приведет к краху традиционной системы образования. И это на самом деле очень страшно, это не просто изменение системы, это на самом деле крах системы, потому что без педагога, без человека, который передает знания, на всех уровнях образования, начиная с дошкольного, заканчивая высшим, усвоить знания и передать опыт просто невозможно. Поэтому если в дальнейшей ситуации внедрение искусственного интеллекта будет усиливаться, как они пишут, это приведет, как я повторюсь, уже к краху системы, и мы получим в итоге детей, которые не могут мыслить логически, они просто будут мыслить клипово, собственно, о чем сейчас мы тоже видим. Дальнейшая стадия, о которой мы сегодня говорили, это как раз-таки связано с введением нового в ГОС. И когда родительское сообщество, ну и частично педагогическое, наш союз педагогов об этом узнали, мы, конечно, включились в борьбу за традиционное образование. То есть мы не могли не отреагировать. И вот буквально, наверное, даже меньше, чем за месяц, мы собрали огромное количество подписей, около 35 тысяч подписей, по всей России родители, мы, прежде всего, родители с разных регионов собирали. И мы вступились против, да, вступились за традиционное образование и высказали свое активное свое мнение против введения нового в ГОС. И вот 11 мая вот эти все 35 тысяч подписей были поданы в Москву, президенту России Владимиру Путину, в правительство Российской Федерации Мишустину, а также отделе Министерства просвещения, Министерства здравоохранения, в Роспотребнадзор, полномоченную по правам детей. И на самом деле это было такое яркое событие, когда родительское сообщество, педагогическое сообщество открыто высказало свое мнение, что мы не согласны с ломкой традиционной системы образования. И сейчас мы просим предоставить слово, представляем Вершининой Василия Васильевне. Это представитель Союза педагогических научных работников призвания, руководитель Совета педагогов Камчатского края. И Василия Васильевна, она была как раз-таки в той рабочей группе, которая была лично на приеме в министерствах. И сейчас нам расскажет о том, собственно, как проходили приемы. Василия Васильевна, вам слово. Приветствую всех участников Круглого стола. Хочется с вами поделиться тем событием, который состоялся 11 мая этого года. Мы со всех регионов прилетели в Москву для подачи подписей, которые собрали также по всей России, около 32 тысяч подписей против цифровизации образования и внедрения новых в ГОСОВ. Мы, как представители Союза родителей вместе и Союза педагогов призвания, были записаны на прием к министру просвещения и также пришли на встречу к уполномоченному по правам защиты детей. Параллельно мы отнесли данные подписи в правительство Российской Федерации, Мишустину, президенту, Минздрав и Роспотребнадзор. На встрече к уполномоченному по правам защиты детей мы были не записаны, но хочется дать им должное. Они все равно приняли всю нашу большую компанию. Всех участников пригласили в кабинет. Достаточно объемно мы проговорили, пришли к определенным пунктам, чтобы была проведена экспертиза, проверка всех тех платформ, которые предоставляют сейчас в образовательных учреждениях, чтобы провели экспертизу влияния на детей, именно дистанционного форма обучения и также все электронные носители, потому что сейчас у нас цифровизация подразумевает использование планшетов, гаджетов, компьютеров и платформ, которые в принципе никем не изучены. Нам пообещали, что они этим займутся, что было также у них и совещание, приеминисты и просовещение о теме цифровизации образования и о вреде дистанционного форма обучения. То есть хочется отметить, что в принципе они нас не выгнали, как это было в Министерстве просвещения, где, кстати, мы были записаны месяц назад на встречу с руководителем департамента именно цифровизации и трансформации образования. Но нас не приняли так радужно, как это было с уполномоченным по правам защиты детей. Нас встретили агрессивно, хамски, и сказав о том, что мы якобы записаны, но не онлайн, а именно через интернет. То есть зачем вы вообще сюда приехали? В итоге вызвали на нас полицию, когда полиция в принципе даже не поняла, зачем вызвали на женщин, на педагогов, сотрудников с автоматами, когда работник Минпросвещения стоял и нагло лгал, что это мы там затеяли скандал, конфликт и все остальное. Но в итоге полиция, посмотрев на нас, она развернулась и уехала. Вот, и позорный был прием. Мы были в холле, где ходили люди, которые, ну, посторонние можно сказать. Нас не пригласил начальник департамента ни в какой кабинет. Нам не предоставили компьютер. Нам пришлось в срочном порядке скачивать себе программу «Сферу», как раз-таки против которой мы боремся, в принципе, потому что это одна из платформ, которая сейчас будет внедряться. Вот, и через маленький экранчик мы в коридоре рядом с охранниками проводили встречу, да, это с педагогами, с сотрудником научной, задипломированные специалисты. Просто вот, по моему мнению, это возмутительно и унизительно со стороны, ну, в принципе, они показали свое отношение к нам всем. В какой момент мы для себя поняли? Первое. Нам нужно всем понимать, что все те, кто сидят в креслах, они защищать наших детей не будут. Нам нужно самоорганизовываться, в принципе, о чем сказал и начальник департамента. Он сказал, создавайте советы. Вот. И защищайте своих детей. Потому что цифровизация и все те платформы, которые сейчас предлагаются в образовательных учреждениях, это добровольно. То есть все то, что сейчас происходит в школах, это только инициатива директора и педагогов. То есть Министерство просвещения с себя сняло всю ответственность за то, что происходит в образовательных учреждениях. Поэтому нам нужно создавать советы. Присоединяйтесь к союзу родителей вместе. Присоединяйтесь к работе, к союзу педагогов призвания. Потому что ни детей, ни образования защищать. Те, кто сидит в креслах, они не будут. Они это, в принципе, сказали в открытую. Вот. Также мы окончательно убедились, что они не будут проводить никаких экспертиз. Хотя они нам обещали это в августе 2021 года. И сейчас они нам на этой же встрече говорят о том, что они будут проводить экспертизы. Вот. То есть экспертизы всех платформ, которые сейчас нам предлагают в школах, их нет. И те задания, которые там предлагаются, это просто разложение наших детей, уничтожение качественного образования. Вот. Все, в принципе, встречи, подача и общение с чиновниками вы можете посмотреть на канале «Разоблачено». Там есть очень познавательные моменты, на которые стоит обратить внимание как родителям, так и педагогам. Вот. Мы продолжаем собирать подписи, потому что только мы сможем остановить этот процесс. Не действуя, не говоря, не донося до общественности эту проблему, мы ничего не изменим. Вот. Поэтому присоединяйтесь к советам, создавайте советы при классе, при школе и защищайте права ваших детей на качественное традиционное образование. Спасибо. Спасибо большое, Василя Васильевна. Хочу еще раз подчеркнуть, что подача в Москве 35 тысяч подписей была осуществлена лично. Подписи были распечатаны, где-то они подавались на дисках, и Василя Васильевна приехала лично с Камчатки. То есть представьте, какой героический подвиг педагогов, родителей, кто буквально в очень короткие сжатые сроки мы собирали эти подписи. Меньше месяца у нас был на их сбор, и насколько вся Россия поднялась против вот этой глобальной оцифровки, этих новых госов, как родители здорово подхватили эту идею. Хочется поблагодарить всех вообще родителей, педагогов, кто осознает опасность происходящего сейчас трансформации образования, и не молчит, и самое главное, действует. Это очень ценно. А сейчас хотелось бы перейти к такому медицинскому аспекту всего происходящего. У нас медицинский блок. Хочу обратить внимание о том, что ни в одном документе подсос при запуске электронного процесса обучения не говорится о гарантиях сохранения здоровья детей и безопасности электронного обучения. Как Василия Васильевна сказал, не были проведены не только экспертизы этих площадок, но также и не были проанализированы, как повлияло самое главное здоровье детей, использование различных цифровых образовательных платформ, что произошло с их зрением, с их здоровьем, нервной системой. Об этом нам ничего не известно. И именно сейчас об этом бы мы хотели поговорить именно со специалистами, с врачами и психологами. Мы предоставляем слово Лавровой Ирине Александровне, терапевту, врачу-гастроэнтерологу с сажем работы 23 года более даже. Ирина Александровна, представитель Независимой ассоциации врачей. Мы очень рады приветствовать ассоциацию, представителей этой ассоциации. Ирина Александровна расскажет нам о новых изменениях санпинов и влиянии электромагнитных приборов на здоровье детей и подростков. Я рада приветствовать всех на этом всероссийском родительском собрании. Меня как врача в первую очередь интересует вопрос, а как активное внедрение цифровых технологий повлияет на здоровье детей. А это обязательно произойдет после внедрения новых федеральных стандартов. Я думаю, что родители тоже во главу угла должны ставить именно здоровье детей, рассматривая все аспекты этого вопроса. Хочется вначале сказать, что в СССР и в России всегда существовали четко определенные и закрепленные нормативными документами санитарно-эпидемиологические нормы. Они создавались и корректировались в результате огромной исследовательской научной деятельности, а также в результате ежегодных профилактических осмотров всех школьников. С 1 января 2021 года были утверждены новые стандарты, то есть новые санпины. Эти правила без предварительных исследований отменяют несколько десятков нормативных документов и актов, существовавших прежде, но предусматривают широкое применение интерактивных досок, сенсорных экранов, информационных панелей и иных средств отображения информации, а также компьютеров, ноутбуков, планшетов, моноблоков, иных электронных средств обучения, а также электронные учебники. Их использование упомянуто в пункте 2.10.1. Слайд, пожалуйста. К учебным книгам специалистами... Следующий слайд, пожалуйста. К учебным книгам специалистами были разработаны гигиенические требования ко всем элементам оформления школьных учебников. Они учитывали возрастные особенности зрительного восприятия детей и недостаточное развитие у детей навыков чтения. Требования к электронным учебникам обобщились с печатной продукцией, хотя это серьезно различается, мы все с вами это понимаем. Работа с учебником и заданием на доске занимает основную часть урока, а исследования о суммарном влиянии на здоровье детей различных электронных приборов не проводилось. Слайд 3, пожалуйста. Нет норматива продолжительности использования всех электронных средств на уроке суммарно. Согласно последним нормативам, ученик первого класса может непрерывно работать с электронным учебником 10 минут, потом с интерактивной доской 10 минут, потом опять с электронным учебником 10 минут. Санпин допускает, что все 40 минут урока можно провести с использованием электронных средств обучения. При этом многочисленные исследования показали, что электромагнитное излучение от бытовых приборов, в том числе тех, которые предлагаются для обучения наших детей, в принципе небезопасны и оказывают неблагоприятное воздействие на организм человека, особенно детей и подростков, так как они находятся в периоде роста и в периоде гормонального созревания. Сравнительное изучение состояния здоровья населения в районах, где высокое использование электромагнитных приборов, выявило, что отклонений в здоровье у детей, особенно у взрослых и у детей, особенно в таких регионах гораздо больше. На эту тему есть большое количество исследований, научных статей, которые основаны на этих исследованиях. Вот я, следующий слайд, пожалуйста. Я здесь привела, но буквально некоторые из них, а на самом деле их очень много в совершенно открытом доступе. Ученые и практикующие врачи отмечают, что при длительной работе с электромагнитными приборами могут возникнуть и возникают следующие изменения в состоянии здоровья. Это быстрая утомляемость, состояние апатии, общая слабость, головные боли, ослабление внимания, памяти, нарушение функций ослабленных органов и развитие хронических заболеваний в этих органах, нервные и психические расстройства, нарушение зрения, изменение состава крови, нарушение нервной эндокринной, сердечно-сосудистой системы. То есть, в принципе, возникают нарушения во всех системах организма человека. И уже сегодня, согласно данным Росстата, мы имеем прирост заболеваемости у детей по многим заболеваниям. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, пожалуйста, в таблице мы видим прирост, но практически по всем заболеваниям. Это очень серьезно на самом деле, даже на данный момент. При работе с компьютером основная часть нагрузки приходит на нервную систему. Для детей и подростков длительное сидение за компьютером может привести к перенапряжению нервной системы со всеми вытекающими отсюда последствиями. У детей особенно часто страдают глаза и зрительные мышцы, которые участвуют в процессе зрения, которые ими укрепляют. И первое, что развивается, это спазм аккомодации. Мы сейчас знаем, что близорукость, миопия или близорукость это уже сейчас самая встречающаяся глазная патология у детей. При перенапряжении зрительных мышц вместе с тем отмечается напряжение мышц шеи, что при длительном воздействии приводит к повышению внутричерепного давнения и нарушению кровотого мозгового кровотока. Длительное пребывание за компьютером может повлиять не только на зрение. Так, неправильная позиция на рабочем месте ведет к нарушению осанки. Уже сейчас 70% детей имеют нарушение осанки. Из них у 10% это сколиоз или боковое искривление позвоночника. При этом запускается целый каскад патологических механизмов других органов. Но, к сожалению, все эти изменения становятся весновидны только через годы. Может быть, поэтому мы так легкомысленно к этому вопросу относимся. Вот, кстати, мало кто знает, что электростатическое поле, образованное монитором, собирает пыль и возбудители воздушно-капельных инфекций. И это является причиной частых вирусных заболеваний и аллергических у людей, длительно работающих с компьютером. А мы с вами знаем, что сейчас практически каждый второй ребенок – это аллергик. Когда буквально 20-30 лет назад, если было один или двое школьников с аллергией в классе, это уже считалось серьезно. А вот мы сейчас видим такие серьезные изменения. Следующий слайд, пожалуйста, шестой. Длительная работа с электромагнитными приборами отрицательно сказывается не только на физическом здоровье, но и на психическом. Учителя, педагоги, психологи уже сейчас сталкиваются с серьезными нарушениями в психоэмоциональной сфере у современных детей. И по данным опроса, НИИ гигиены и охраны здоровья среди 29 779 школьников, который был проведен с 27 апреля по 26 мая 2020 года в условиях дистанционного обучения, когда массивно используются цифровые технологии. Был серьезный, очень серьезный рост психосоматических жалоб у таких детей. Вот можете посмотреть на диаграмме, это очень отчетливо видно. В конце июля 2020 года Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Приран и Минздраве совместно с Российским обществом развития школьной и университетской медицины здоровья опубликовали утвержденное после серьезного экспертного согласования руководство. Оно называется гигиенические нормативы и специальные требования к устройству, содержанию и режимам работы в условиях цифровой образовательной среды в сфере общего образования. Данный научно обоснованный документ, создание которого курировал профессор Владислав Ромирович Кучма, изначально планировался как проект будущих санпинов по дистанционным образовательным технологиям и электронному образованию. В нем говорится о необходимости полного запрета Wi-Fi в начальной школе. Не рекомендовалось использовать беспроводной сотовой связи в старших классах, а также размещение базовых станций сотовой связи на зданиях школ. О необходимости полного запрета использования смартфона для чтения и поиска информации у школьников до наступления совершеннолетия. Также были приведены допустимые временные алгоритмы для использования электронных устройств в обучении, ежедневные, непрерывные, ежедневные и еженедельные, чего нет в последних санпинах. Этот документ произвел настоящий фурор и вызвал очень много положительных откликов среди мирового научного сообщества. Но, тем не менее, в основу новых санпинов он не лег. В этом же году, в 2020-м, в «Медицинской газете» коллектив авторов во главе с Кучмой указал, что современная цифровая школа не располагает безопасным для здоровья технологиями онлайн-обучения, а на проведение широкомасштабных многоцентровых исследований по обоснованию системы гигиенической безопасности цифровой школы финансов просто нет. Что удивительно, что после этого, 2 октября 2020 года, замечательный ученый, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Владислав Ремирович Кучма был неожиданно и внезапно уволен по собственному желанию с должности директора НИИ гигиены охраны здоровья подростков. Такое внезапное его увольнение очень многие восприняли как реакцию на его публикации и исследования. Из всего вышесказанного следует, что научно обоснованных данных о том, что расширение применения цифровых технологий в школе безопасно, на данный момент в свободном доступе не существует. А то, что уже имеющиеся цифровые технологии оказывают отрицательное влияние на здоровье наших школьников, на данный момент уже предостаточно. Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо большое, Ирина Александровна, за ваше выступление. Я думаю, родители такие цифры впечатляют и заставляют задуматься. Еще также хочется добавить о психологической зависимости. Мало того, что мы дома, не можем детей, многие жалуются, оторвать от компьютеров и от гаджетов, получается, школа введения вот этих всех цифровых платформ, технологий, еще более способствует формированию этой зависимости от гаджетов. Есть даже такой термин, как цифровое слабоумие. Многие психологи с этим столкнулись уже в своей работе, когда интеллект даже снижается на этом фоне. Следующее слово мы предоставляем врачу. Гриценко Наталья Анатольевна, педиатру, гастроэнтерологу, психологу, общий стаж работы более 27 лет, представитель независимой ассоциации врачей. Наталья Анатольевна расскажет о влиянии цифрового обучения на психическое и физическое здоровье детей. Здравствуйте, уважаемые родители, здравствуйте, уважаемые учителя. Я рада, что все мы озабочены проблемой здоровья наших детей и все здесь собрались на это мероприятие сегодня. Начиная с 2020 года, с апреля месяца, когда мы все столкнулись с дистанционным обучением наших детей, я как врач-педиатр стала на приемах при осмозрах детей уже сталкиваться с проблемами. И в течение этих двух лет мы видим, как наши дети еще больше привыкли к гаджетам, мы еще больше привыкли времени проводить в электронной сети. И естественно, что когда наступит эра цифрового обучения, если это не дай бог случиться, дети будут проводить еще больше времени за компьютерами, мы все столкнемся с вот этими последствиями, о которых я сейчас вам хочу рассказать. Самое главное, что это будет обучение, сидение за гаджетами и в школе, и выполнение уроков тоже будет происходить в гаджетах. Соответственно, учителя обычно задают очень много заданий, когда дети были на дистанционном обучении, в разы удлинялось их время нахождения за экранами. У них уже не оставалось времени даже на прогулку, на физическую активность, тем более на какие-то секции спортивные. Теперь давайте представим, в какой позе наш ребенок сидит за гаджетом. У него наклонена вниз голова, плечи опущены и шея зажата. В этой позе у ребенка происходит спазм сосудов шеи, или, как мы говорим, спазм сосудов вертобразилярной зоны, вследствие чего наступает хроническая гипоксия мозга. Если у ребенка нет времени расправить плечи, погулять, сходить на улицу, то формируется длительная хроническая гипоксия, что в свою очередь приводит к ишемии сердечной мышцы и развитию гипертонической болезни уже в подростковом возрасте. У меня на приеме уже неоднократно бывали эти дети, у которых в 15 лет давление 140-150 мм ртутного столба. То есть это запредельные цифры для детей данного возраста. Кроме того, ребенок сидит в согнувшейся позе, иногда они делают уроки лежа, разваляясь в кресле, разваляясь на диване, то есть резко нарушается осанка у таких детей. Гипотония вызывает слабость мышц, отсутствие, вернее, действия. И, соответственно, мышцы не поддерживают растущий позвоночник. Быстро происходит развитие сколиоза у таких детей. Сколиоз влияет на состояние всех внутренних органов. И те проблемы взрослых, которые формируются к 40 годам, типа протрузий шейного отдела, поясничного отдела, позвоночника, они будут формироваться у наших детей уже в раннем возрасте. То есть после 18-20 лет мы столкнемся с большим количеством остеохондрозов и протрузий у детей. Также длительное пребывание за компьютером приводит к гиподинамии, то есть дети без движений. В сочетании с хронической гипоксией это стресс для организма, и происходит большая выработка кортизола, гормона стресса. Кортизол запускает ряд следующих биохимических реакций в организме, что приводит к выработке инсулина в большом количестве и развитию инсулинорезистентности. Как следствие повышается аппетит, и наших детей в этом случае ожидает тотальный рост ожирения. То есть проблема ожирения, она уже сейчас у нас стоит на одном из первых мест, дальше ожирение будет только расти. И все мы знаем, что у нас в организме есть такие еще фабрики выработки энергии, это митохондрии, клеточные органеллы. Так вот, они очень уязвимы гипоксией, гиподинамией, к отсутствию кислорода. И у нас будет вырабатываться полуслабых митохондрий. Хочу вам рассказать, что митохондрии отвечают за нашу продолжительность жизни, за наше соматическое здоровье. То есть большой будет вал нарастания хронических заболеваний при слабости митохондрии, и будет сокращаться продолжительность жизни у наших детей. Вот такое будущее им готовится. У юношей с ожирением существует еще одна очень серьезная проблема, когда юноша не двигается, много проводит времени за компьютером, и плюс у него растет вес, у него наступает снижение тестостерона. Это тоже серьезный очень момент, который влияет на снижение либидо, снижение самооценки у подрастающего мужчины. И мы можем ожидать в дальнейшем, что такие юноши могут оказаться неспособны создать семью. И, соответственно, мы увидим резкое падение уровня рождаемости. Мы знаем, что у нас уже сейчас существуют критические уровни цифр рождаемости в нашей стране. Колоссальная нагрузка цифрового обучения, естественно, аппарат зрения. Об этом уже говорила Ирина Александровна. Если у ребенка нет возможности выйти на улицу и посмотреть вдаль, посмотреть на линию горизонта, что можно сделать при гулянии во дворе, при занятии спортом, при выйдем на природу, если ребенок будет целыми вечерами, все время будет у него занято сидением за компьютером, то не будет возможности у мышцы зрительной расслабляться. И вот этот спазм аккомодации, который сформируется, очень быстро перерастет в миопию, в падение остроты зрения. И, скорее всего, будет добавляться еще и большое количество патологий сетчатки. То есть чем больше величина глазного яблока, тем больше риск в организме развития патологии сетчатки. А эта патология уже требует очень больших затрат экономических. То есть это высокотехнологическая медицинская помощь будет нужна этим детям. И, естественно, дети, живущие в небольших поселках, небольших городах, они просто не будут возможности такую помощь получить. То есть мы получим еще большое количество детей с резко ослабленным зрением. Ну и очень хочется сказать, что во время хронической гипоксии мозга формируется его переутомление. То есть мозг гипоксии просто не способен на усвоение знаний полученных. И хочется отметить, что все-таки человек – это существо социальное. И биологически у нашего вида была заложена передача знаний и получение знаний непосредственно от человека к человеку. Если этот механизм будет нарушен, то мы увидим резкое падение уровня образования. То есть это произойдет просто профанация этого процесса. И у детей пропадет полностью школьная мотивация. То есть им не захочется учиться. Естественно, если это будет процесс гейм, то есть процесс игры, у них сотрется вообще грань между игрой, между обучением. И просто не будет усвоения полученных знаний. Еще до пандемии множество профессоров высшей школы западных университетов отмечали, что уровень развития студентов нынешних и их предшествующих поколений резко отличается. То есть пришедшие в недавнем времени студенты обладают очень низким объемом оперативной памяти, очень низким объемом кратковременной памяти, потому что они уже с школы учились и получали информацию из гаджетов, и у них не было возможности учиться запоминать и хранить большие объемы информации в своем головном мозге. Дети, воспитанные, обучаемые компьютером, они уже будут не способны на межличностное общение, поскольку с первого класса обычная школа, традиционно ребенок выходит к доске и учится себя презентовать. Он рассказывает о себе, он рассказывает о своем домашнем задании. Если ребенок сидит за компьютером, отвечает просто на тесты, он вообще не умеет себя представить в обществе. У этих детей, к сожалению, не будет сформирована привычка общаться между собой, и мы рискуем получить поколение мрачных и неуверенных в себе одиночек. Нужно сказать, что то время дистанционного образования, которое мы имели, уже привело к росту психических заболеваний у детей и подростков. В частности, возросло количество депрессии у детей, количество панических атак, и об этом есть сообщения и наших врачей, и сообщения, например, из Великобритании от врачей поступали. И на своих собственных педиатрических приемах я тоже видела детей. Дети, которые учились на дистанционном образовании, говорили, что я никому не нужный инвалид, я никому не интересен, меня никто не видит, поскольку мы должны с вами помнить, что подростки – это те существа, которые нуждаются в общении и утверждают себя, выстраивают свою самость, свою самооценку, отражаясь в глазах своих сверстников только путем общения со сверстниками. Поэтому я призываю всех думающих родителей защитить здоровье психическое и физическое наших детей и быть активными в этом вопросе. Спасибо. Спасибо, Наталья Анатольевна. Следующее слово мы предоставляем Щербакову Владимиру Борисовичу. Это психолог. Он имеет опыт работы в промышленной безопасности. Он расскажет о негативном влиянии электромагнитного излучения на здоровье и психику человека. Пожалуйста, Владимир Борисович. Современный персональный компьютер является сложным многокомпонентным радиоэлектронным устройством с большим до 1000 ватт потреблением электроэнергии и при работе создает вокруг себя поля с широким частотным спектром и пространственным распределением. Это электростатическое поле, переменные низкочастотные электрические поля, переменные низкочастотные магнитные поля. Организм человека состоит из множества клеток с жидким содержанием и межклеточной жидкости, являющиеся электролитами. А мембраны клеток являются хорошими диэлектриками и надежно изолируют внутриклеточную фазу, что фактически превращает организм человека в радиоприемное устройство. Негативное воздействие электромагнитных полей на человека проявляется в торможении рефлексов, изменении биоэлектрической активности головного мозга, нарушении памяти, развитии синдрома хронической депрессии, понижении кровяного давления, замедлении сокращений сердца, изменении состава крови в сторону увеличения лейкоцитов и уменьшения эритроцитов, нарушениях в печени и селезенке, помутнении хрусталика глаза, выпадении волос и ломкости ногтей. Субъективное ощущение отрицательного воздействия электромагнитных полей – это головные боли, повышенная утомляемость и раздражительность, нарушение сна, отдышка, ухудшение зрения, повышение температуры тела. Ну а в последнее время опубликован ряд работ о возможности развития под влиянием электромагнитных полей аутоиммунитета, являющейся серьезной патологией иммунной системы. При этом в организме образуются антитела, направленные против собственных тканей, клеток и их составляющих частей. Это воздействие обладает широким, обширным, повреждающим действием. К электромагнитным полям чувствительны также иммунные и репродуктивные системы. Существуют также данные о связи электромагнитного излучения с онкологической заболеваемостью. Ну а ионизированная, наэлектризованная пыль – это сильный канцероген, и профессиональной болезнью программистов в 70-е годы была признана патология легких. Поэтому профессиональные пользователи компьютеров должны проходить обязательные периодические при работе и предварительные при поступлении на работу медицинские осмотры. А непосредственно к работе допускаются только лица, не имеющие медицинских противопогазаний. При этом женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к работе на персональных компьютерах не допускаются совсем. Безопасность работы на домашних компьютерах, конечно же, лежит целиком и полностью на взрослых членах семьи, даже если они об этих требованиях ничего не знают. Наиболее эффективными и распространенными методами защиты от воздействия электромагнитных полей является, в первую очередь, экранирование самого источника или же рабочего места. По своей конструкции персональные компьютеры предназначены для работы только в электросетях с заземляющим проводом. И именно с нарушением заземления связаны в большинстве случаев повышенный в пять и более раз электромагнитный фон. При этом заземление электросети именно в жилых домах у нас не предусмотрено совсем. Ну а существующие требования, как-то площадь на одно рабочее место пользователя компьютера с плоским экраном четыре с половиной квадратных метра. Проведение проводов питания в экранирующих металлических оболочках или в трубах с обеспечением заземления или же трехпроводной электросети с третьим соединенным с землей проводом непосредственно к каждому рабочему месту. Исключение варианта прокладки одной линии питания, обходящей помещение по всему периметру и наличие замкнутого по периметру контура заземления. Периодическая влажная уборка помещений с компьютерами, так как при работе увеличивается уровень электростатического поля за счет скопления напряженной заряженной статикой пыли и отсутствия посторонних источников электромагнитных полей, как-то трансформаторы и любые другие электроустановки выполняются и в организациях очень редко в полной мере. Ну а в домашних условиях некоторые из них просто невыполнимы. Конечно же, у смартфонов и планшетов уровень электромагнитного излучения существенно ниже, но он также должен быть контролируемым с точки зрения времени воздействия на организм, тем более на организм ребенка. При этом смартфоны, как и планшеты, совершенно не свободны от другого поражающего фактора. Люди старшего возраста хорошо помнят, как родители запрещали детям смотреть телевизор более нескольких десятков минут в день, а о часах речи не шло вообще. И дело даже не в том, что это были старые телевизоры с кинескопами и гудящими трансформаторами, которые собирали шубу из наэлектризованной пыли. Ну а немножко позднее под домашние санкции попали и видеомагнитофоны, и игровые приставки. Ну а до этого родители следили, чтобы дети читали книги при хорошем освещении и с правильной осанкой, и не в ущерб другим занятиям, при том, что технически печатные издания являются самыми безопасными источниками информации. Нагрузка на глаза при общении с компьютером существенно отличается от нагрузки при любой другой работе. Основными негативными факторами при этом являются формирование изображения в виде растрас, состоящего из точек и строк. Также формирование изображения кадрами, как в телевизоре. Ну а освещение экрана направлено непосредственно в глаза, и его спектр отличается от естественных источников с преобладанием именно вредных жестких составляющих. Также имеются плавающие линии, плавающая четкость и динамические спецэффекты. Если мы добавим сюда и сидячую позу, которая увеличивает статичную нагрузку и снижает и без того низкую двигательную активность, мы получим комплексное негативное воздействие. Для взрослых продолжительность непрерывной работы не должна превышать двух часов. Рекомендуется организация перерывов на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы. И в это время необходимо выполнять комплексы активных физических упражнений. В ночную смену с 22 до 6 часов продолжительность перерывов следует увеличивать на 30%. Это что касается взрослых. Для детей таких специальных требований по безопасности при работе с компьютерами не разработано. Даже не очень продолжительная работа за компьютером не более 1-2 часов вызывает у 73% подростков общее и зрительное утомление, в то время как обычные учебные занятия вызывают усталость только у 54% подростков. Увлекшись компьютером, испытывая большой эмоциональный подъем, школьники даже не замечают наступившего утомления и продолжают работать дальше. Если же на экране одна из многочисленных компьютерных игр, подростки даже чувствуют утомление не в силах оторваться от экрана по несколько часов. Имеющиеся общие рекомендации относительно времени нахождения детей в компьютерных классах и, зная их, можно организовать и распланировать работу и вне школы, дома. Для учащихся 10-11 классов должно проводиться не более двух уроков в неделю. Для остальных классов один урок в неделю с использованием терминалов и ЭВМ. Непрерывность работы на уроке за терминалом или компьютером не должна превышать для учащихся первых классов это 6 или 10 минут, 2-5 классов 15 минут, 6-7 классов 20 минут, 8-9 классов 25 минут, 10-11 классов 30 минут на первом часу занятий и 20 минут на втором часу занятий. Длительность перемен не должна быть менее 10 минут. Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным выходом учащихся из класса. Занятия в кружках должны проводиться не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью для учащихся 2-5 классов не более 60 минут, из них игры до 10 минут, для учащихся старше 10 лет до 90 минут, из них игры до 15 минут, и каждые 20 минут следует проводить гимнастику для глаз. В дошкольных учреждениях запрещается проводить компьютерные игры перед сном, а продолжительность занятий с использованием развивающих компьютерных игровых программ для детей 5 лет не должна превышать 7 минут, и для детей 6 лет всего 10 минут. Кроме этого, не исследованы и не отражены в нормативных документах психоэмоциональные факторы, возникающие при работе ребёнка с компьютером. Это погружение в мир виртуальной реальности, замещение опыта познания окружающего мира суррогатным знанием, замещение опыта построения отношений с окружающими, обменом информации в ролевых рамках, и пассивное восприятие знаний без задействования когнитивных процессов. Не исследованы и не подтверждены достоверность получаемых образовательных навыков и эффективность методик дистанционного обучения в принципе как для детей, так и для взрослых. Большое спасибо, Владимир Борисович, и большое спасибо, уважаемые эксперты, специалисты, за то, что вы пришли к нам сегодня на собрание. Действительно, очень важно, что цифровое образование имеет негативные последствия для здоровья наших детей, о чём, собственно, наши специалисты сегодня сказали. И сейчас мы переходим к очень важному блоку, блоку влияния цифрового образования на психику детей. Мы представляем их словом нашим специалистам-психологам, и прежде всего Гивилюк Юлии Наилевне, педагогу-психологу. Юлия Наилевна нам расскажет о том, как изменились наши дети под влиянием использования цифровых технологий, и что, собственно, с этим можно сделать. Юлия Наилевна, вам слово. Прежде всего хочу поприветствовать всех участников нашего родительского собрания и хочу поделиться своими соображениями на тему, как изменились наши дети под влиянием цифровых технологий и как можно минимизировать этот вред от цифровых технологий. Со времён СССР наше общество кардинально изменилось и меняется до сих пор. И, естественно, меняются наши дети. Это можно видеть по их поведению, по их способу общения, по уровню развития и многому другому. Но вот только в какую сторону они меняются и с чем это связано? Как педагог-психолог хочу отметить, у большинства современных детей страдает развитие социальных эмоций, сочувствие, отзывчивость, доброта. Однако чрезмерно развиты интеллектуальные, получение информации, растёт значимость даже не знаний, знания — это глубокое понятие, а именно информированности и умения находить информацию. Они отлично ориентируются в новых технологиях. Однако в развитии мышления и умственных способностей современные дети отнюдь не опережают возраст. Более того, многие имеют задержку психического и речевого развития. У многих нарушена адаптация в детском коллективе, им сложно находить контакт со сверстниками. Дети стали более неусидчивыми, более агрессивными и в то же время пассивными. Изменения в портрете современного ребёнка могут быть следствием изменения самой окружающей его среды, а именно её усиленная цифровизация. Среда с каждым годом становится всё более техногенной, наполненной цифровыми устройствами, лёгким доступом в интернет и всё менее наполненной живой человеческой речью и общением. Конечно, цифровые технологии дают нам удобство в некоторой степени, помогают преподнести готовые образы, дают нам наглядный материал. Также, чтобы отвлечь внимание ребёнка, многие современные родители используют именно цифровые технологии. С одной стороны, удобно. Ребёнок сидит у компьютера, он вроде как бы при родителях, гулять не просится, вроде как родители не волнуются за него. Но есть и обратная сторона этой медали. Зависимость от технологии растёт с каждым днём. И наша задача в том, чтобы контролировать этот процесс, а не пускать всё на самотёк. Китайские врачи... Слайд, пожалуйста. Китайские врачи приравняли зависимость от современных устройств к клиническому расстройству личности. На данный момент существуют реабилитационные центры, где проходит лечение, зависимое от этих технологий молодёжь. Во многих странах эта проблема не является диагнозом, но всё идёт к тому. К примеру, американская академия педиатрии приводит пугающие результаты исследований. Американский ребёнок в возрасте от 8 до 10 лет использует гаджеты в среднем около 8 часов в день, а ученики старшего школьного возраста около 10-11 часов в день. И если ребёнок тратит на интернет много времени, то о правильном развитии мозга можно уже и не мечтать, утверждают врачи. Приведу цитату. Слайд, пожалуйста. Когда-то родители учили ребёнка успокаиваться. Дети обычно закатывают истерики, когда им скучно, а не когда им плохо. Сейчас, когда ребёнку стало скучно, ему дают смартфон или планшет. А всё для того, чтобы он отстал, и маме с папой было спокойно. Из-за такого отношения у ребёнка не формируются навыки самоконтроля. Результат. Целое поколение психопатов, утверждает Катрин Штайнер-Адер. Клинический психолог из Гарвардского университета. Без современных технологий сегодня никуда. Однако неутешительные последствия от цифровых технологий, от гаджетов можно насчитать множество. И основные из них – это ухудшение поведения ребёнка, здоровье и успеваемости в школе. На мой взгляд, от внедрения цифровизации в школы и детские сады для здоровья ребёнка больше вреда, чем пользы. И на данный момент я понимаю, что оградить от этого современных детей вряд ли получится. И если уж мы используем цифровые технологии, то нужно делать это грамотно и дозированно. Что можно посоветовать родителям, чтобы минимизировать вред цифровых технологий на ребёнка? Это в первую очередь, конечно, наш личный пример. Ребёнок смотрит. Если мы целыми днями сидим в гаджетах, естественно, он будет с нас брать пример. Также я считаю, что нужно ограничить время на гаджеты с учётом возраста ребёнка и контролировать, что смотрит ребёнок и во что играет. Уделять детям больше времени играть с ними в развивающие игры, больше гулять на свежем воздухе, играть с ним в подвижные игры. На собственном примере показывать, что реальное общение гораздо лучше и интереснее виртуального. И ни в коем случае не отмахиваться от детей, когда они просят общения и совместные игры. И дети часто чувствуют себя покинутыми, брошенными, если родители отвлекаются от общения с ребёнком на телефон, на гаджеты. Также можно привлечь малыша и к совместному выполнению домашних обязанностей. Маленькие дети обычно с удовольствием откликаются на просьбу взрослых помочь им в важном деле. Также можно записать ребёнка на кружки, на секции. Это будет хорошей альтернативой цифровым технологиям. Конечно, просто предложить ребёнку планшет и гораздо сложнее занять его полезным делом. Но ведь именно в этом и заключается наша задача родителей обеспечить своему малышу максимум внимания, любви, заботы. Как мы видим, государство поощряет внедрение цифровой среды даже в садах. А в школах цифровизация идёт полным ходом. Но кто понесёт ответственность за негативные последствия цифровизации, за здоровье детей, за их психику, за поведение государства или мы, родители? И если мы, как родители, будем отвечать, тогда почему государство так настойчиво внедряет цифровые технологии в жизнь наших детей? Может, это продвигается с нашего молчаливого согласия? А ведь по закону именно мы, родители, отвечаем за наших детей, за их воспитание, за их образование. И по статье 63 Семейного кодекса Российской Федерации именно родители имеют преимущественное право на воспитание и обучение своих детей. Также имеют право на выбор образовательной организации, формы получения детьми образования и формы их обучения с учётом мнения детей до получения ими основного общего образования. В сентябре 2021 года, когда уже хотели ввести очередной дистант и уже поговаривали о том, что даже в некоторых школах вышли приказы о том, чтобы детей перевести на дистанционное обучение, активные родители Самарской области собрали около 5000 подписей и подали в Министерство образования. И на тот момент дистанционное обучение было отменено, дети учились очно. Но это маленькая часть родителей, меньшая часть. А как остальные родители? Какая у них позиция? Неужели они за? И вот мы выяснили, совет родителей совместно с независимым исследовательским центром в городе Самаре провели опрос родителей-школьников с целью выявления их мнения о проведении эксперимента по внедрению ЦОС? Это было в феврале 2022 года. Опросили около 400 родителей. И как оказалось, родители в большинстве своем, это 93,7%, против эксперимента по внедрению ЦОС в школах. 84% родителей против того, что их детей учил искусственный интеллект. И подавляющее большинство за традиционное обучение детей, за непосредственное общение с учителем. При проведении соцопроса мы столкнулись с такой тенденцией, что родители многого не знают. Что такое ЦОС? Что стоит за этим? И каким последствиям может провести цифровизация? К сожалению, в школах они не получают реальную информацию, им просто об этом не говорят. Поэтому я считаю, что мы, как сознательные родители, педагоги, психологи, просто обязаны вникнуть в эту проблему и просвещать других. Государство нам периодически озвучивает свои планы, смотрит на нашу реакцию и утверждает законопроекты, вводит их в нашу жизнь. Поэтому ни в коем случае нельзя молчать, мы обязаны защитить будущее наших детей. Всеми законными способами. И чтобы быть услышанными, мы должны объединиться, я считаю. Только организованный народ может добиться своей цели. Поодиночку решить проблему цифровизации у нас не получится. Какой выход вижу я из сложившейся ситуации? Мы, как родители, должны создать такую среду для наших детей, чтобы цифровые технологии лишь изредка применялись как вспомогательные инструменты воспитания и образования детей. Например, в советских фильмах, мультфильмах, в некоторых современных можно найти положительные образы главных героев и дать пример именно хорошего, положительного, правильного поведения для наших детей. Либо какие-то яркие образы, которые помогли бы детям понять ту или иную тему. Я считаю, что нужно жесткое ограничение использования гаджетов согласно возрасту ребенка. Также необходимо сделать так, чтобы реальная жизнь для детей была интереснее виртуальной, побольше внимания детям. И если у ребенка есть цель в жизни, если в отношениях с окружающими все хорошо, то цифровые технологии так не затягивают детей, нежели детей, у которых отсутствует взаимопонимание с родителями. Отсутствуют цели и интерес к жизни. Также не может быть ребенок счастливым и здоровым в больном обществе, а общество для него по большей степени это семья и школьная среда. И если атмосфера в семье зависит от родителей, то атмосфера в школьной среде зависит от многих факторов. И вот основным, я считаю, это система образования, на которой мы можем повлиять, только объединившись. И я призываю родителей и педагогов объединяться для защиты здоровья детей. Так мы сможем добиться, сообща для своих детей, светлого будущего и качественного образования, не наносящего вреда здоровью и психике наших детей. Думаю, вместе у нас все получится. Всем спасибо. Спасибо, Юлия Наилевна, за доклад. Очень радует, когда деятельность Совета родителей приносит конкретные результаты. Как мы видим, ни один город успешно объединился и действует. Это очень важно. Во всей России созданы Советы родителей. Следующего выступающего я хочу представить Калинина Юлия Владимировна. Это логопед, представитель Союза педагогических и научных работников «Призвание». Юлия Владимировна расскажет из своей практики о тех проблемах, с которыми она сталкивается при работе с современными детьми. Пожалуйста, на экран. Здравствуйте. Сегодня я хочу затронуть такую тему, как развитие современного ребёнка. Вот смотрите, современный мир непрерывно меняется. То есть скорость, с которой наша жизнь претерпевает разные трансформации, много выше, чем 20 или 30 лет назад. С самого рождения дети сталкиваются с современным прогрессом, с высокими технологиями и их достижениями. То есть, конечно, все технические новшества становятся для ребёнка обычным делом. Такие, как компьютерные игры, интерактивные игрушки, разные приложения на смартфонах, разные социальные соцсети. И многим родителям кажется, что их ребёнок 5-7 лет очень развит для своего возраста, потому что он может без проблем зайти в разные приложения, может помочь бабушкам и дедушкам посмотреть свой сериал, например, «Рыбами» или заказать такси для доставки еды. Но на самом деле это не так. Дети не опережают свой возраст. Более того, в связи с тем, что происходят такие проблемы, в связи с тем, что дети ушли на дистант, у многих появились проблемы со здоровьем. И, конечно, многие имеют даже задержку психического развития. Большинство детей 3-5-7 лет нуждаются в помощи логопеда. И современный ребёнок-дошкольник говорит много. Если говорит, то не всегда хорошо он говорит, не всегда мы его понимаем. Конечно, педагоги бьют тревогу, потому что самые низкие показатели выполнения программы обучения и воспитания чаще всего относятся к разделу развития речи. Страдает не только раздел «связная речь», но и раздел «словарь». То есть информированность детей не ведёт к увлечению словарного запаса. Я как логопед хочу отметить наблюдения за детьми, которые показывают, что в детских садах, развивающих центрах стало существовать такое явление, как отсутствие так называемой прослойки средничков. Теперь дети в основном делятся на успевающих и на неуспевающих, на усваивающих и на неусваивающих программу обучения. И современные дети постоянно находятся в непрерывном движении. То есть их трудно удержать на одном месте. И, например, во время посещения разных концертов, кинотеатров они свободно перемещаются в пространстве, которое для них не знакомо. Но в то же время ребёнок может одновременно слушать сказку и строить, например, из конструктора. Современные дети стали очень гиперактивными. И в организованных видах деятельности зачастую не могут сосредоточиться. То есть им по-прежнему нужны игровые и заинтересующие моменты. Конечно, время произвольной концентрации, а внимание, характерное для разного возраста детей, нисколько не увеличилось. Подрастающее поколение обладает клиповым сознанием. Они выросли на рекламе, на музыкальных роликах, на соцсетях, на модных приложениях, которые установлены либо на их смартфонах, либо на спартфонах их родителей. И, конечно, ввиду вот этого хочется отметить резкое снижение фантазии и творческой активности детей. И я повторю, что это стало заметно после того, как дети ушли в этот пандемийный период и стали жить в режиме онлайн. Потому что родители были настолько заняты своей работой, чтобы успеть и поработать дома, и приготовить еду, в принципе, и заработать денег, и уделить внимание ребёнку, что внимание для своего ребёнка устало уходить на задний план. Им казалось, что, скачав какое-то приложение на ноутбук, планшет или смартфон, развивающее приложение, мы тем самым помогаем своему ребёнку, ведь он же развивается. Вот хочу вас огорчить, что это совсем не так. И я знаю, что многие родители разделены на два лагеря. Кто-то поддерживает современные технологии, а кто-то всё равно говорит о том, что надо возвращаться к тому постсоветскому образованию, на котором выросли мы. И вот смотрите, дальше я вам расскажу о том, что происходит с современным ребёнком. Смотрите, дети современные утратили способности, желание чем-то себя занять. Они не предлагают никаких усилий для изобретения новых игр, для сочинения сказки, для создания собственного какого-то воображаемого мира или воображаемой игры. Им сложно построить, как вы помните, мы с вами строили там шалаши из стульев, как спрятались под столами, как выходили на улицу, играли на детских площадках. Вот современному ребёнку сделать это очень сложно. Его ничего не интересует и ничего не увлекает. Ими интересно общаться друг с другом. То есть у них даже нет общих тем для того, чтобы поговорить со своими сверстниками. И хочу повториться и сказать, что детям современным не о чем разговаривать. Им не о чем обсуждать, и им не о чем спорить. Они предпочитают взять смартфон, нажать там кнопку и ждать того, что новое приложение начнёт их развлекать. И, конечно, это серьёзная проблема, потому что дети уходят в этот мир онлайн, и в то же время они уходят от сюжетно-ролевой игры, из жизни современного ребёнка. У детей, которые не умеют сами себя занять, не умеют придумать себе сюжет и поиграть, например, в больницу, в парикмахерскую, в поход к врачу, у таких детей не формируется на должном уровне школьная мотивация обобщения, умение планировать, строить взаимоотношения со сверстниками. И как результат, конечно, это снижение показателей готовности к обучению в начальной школе. Ниже я хочу отметить распространённые трудности, с которыми сталкиваются современные дети. Я знаю, что многие родители их не поддерживают, но я как логопед, как педагог хочу выделить именно эти. Первое, на что я обращу внимание, когда приходит ко мне ребёнок, это умеет ли ребёнок самостоятельно одеваться. Или, например, он в 5-6 лет просит и ждёт, чтобы начали его одевать родители. Первая трудность, с которой сталкиваются дети, это неумение завязывать шнурки. Кому-то, конечно, может показаться это несущественным, что, ну ладно, не умеет его завязывать шнурки, но, например, он знает весь алфавит, или он там умеет читать до 100. Но это нисколько не показывает на то, что ваш ребёнок развит. Потому что если у ребёнка, который не умеет завязывать себе шнурки, получается, у него не развита мелкая моторика. То есть отсюда идут и другие проблемы. Он не может аккуратно сложить вещи, не может собрать портфель, не может чётко высказать свою позицию по какому-либо мнению. И, в принципе, он не умеет самостоятельно себя одевать. Для него это сложно – застегнуть пуговицу, расстегнуть пуговицу, там, молнию на штанах или молнию на куртке застегнуть, завязать себе шапку. Всё это для ребёнка составляет огромную сложность. И, конечно, эта сложность ещё больше усугубляется, когда в зимний период времени ребёнку надо одеть самостоятельно. Если он в детском саду, вы знаете, я как бывшего воспитателя говорю о том, что дети в детском саду одеваются сами. Воспитатель только их направляет. Сейчас одеваем кофту, застёгиваем кофту, одеваем колготки, подтягиваем колготки. Вот если ваш ребёнок не умеет этого делать самостоятельно, то у вас на самом деле есть большие трудности. Поэтому педагоги, конечно, советуют родителям дополнительно заниматься с ребёнком. Учитесь вместе с ним одеваться, вместе с ним раздеваться, вместе складывать вещи, вместе завязывать бантики, шнурки, узелки, разные ленточки, чтобы отработать именно вот этот навык. Если у ребёнка развита мелкая моторика, значит, всё остальное в жизни ему будет даваться легко. А у нас в современном мире дети тыкают только на одну кнопку, то есть получается, у них развит один палец, больше ничего у них не развито. Вот поэтому, дорогие родители, прошу обратить на это огромное внимание. Следующая проблема — это у многих детей нарушение речи и даже задержка психического развития. То есть к началу школы большинство детей имеют маленький словарный запас. Они плохо там выговаривают отдельные звуки, невнятно разговаривают и не могут чётко построить своё предложение, не могут чётко сказать, чего они хотят. И если вы заметили, то таких детей, в принципе, им сложно излагать свои мысли. Они говорят либо по предложению, либо по слову. И когда ребёнок говорит слово, родители хочут, что всё произошло намного быстрее, и родители договаривают со своим ребёнком отдельные предложения. Ребёнок просто говорит одним словом — да или нет. Вот смотрите, чтобы вот этого избежать, ваш ребёнок научился чётко излагать свои мысли, проговаривая их вам, проговаривая их потом в будущем на письме, потому что в школе нужно писать и сочинения, и изложения. Если у ребёнка вот этого нет, с самого рождения, вот это тоже трудность. И сейчас вы, конечно, можете не посыпать голову пепу и не говорить, где же я была раньше. Вы можете сейчас всё это наработать. Потому что вспомните, как наши родители раньше, когда мы маленькими, как бабушки и дедушки знали, мне кажется, тысячи разных стишков, потешек, чистоговорок, скороговорок. Они заставляли нас учить эти скороговорки. И вспомните, что постоянно мы читали либо Агнию Барто, либо Корнея Чуковского, либо Бориса Захадера. Мы постоянно знали и умели складывать вот эти четверостищия и знали вот этот слог, как он должен идти. Поэтому обязательно нужно читать своими детьми. Нужно рассказывать им истории. И нужно вообще своим ребёнком проговаривать всё, что вы сейчас делаете. Если вы готовите завтрак, вы проговариваете. Вот я беру там яйца, взмешиваю их, взбиваю их, добавляю молоко и так далее. Проговаривайте каждое своё действие, чтобы ребёнок знал разные слова. Потому что, я вам говорю, как логопед, к которому приходят дети. Я, например, показываю ребёнку картинку, а ребёнок не знает, как выглядит чайник. Вот раньше, помните, у нас были чайники, которые ставят на газу, которые закипают. Ребёнок знает только современный чайник, и всё. Дальше у него мышление не развито. Больше развивайте своего ребёнка. Пусть он видит окружающий мир, какая есть техника, как было раньше, ну и так далее. И, конечно, для того, чтобы ребёнок чётко произносил звуки, полезно там грызть морковку, яблочко, побольше жевать, чтобы это эскуляционный аппарат, то ребёнку всегда был развит. Потому что за последние 5-7 лет дети стали намного слабее. Мышцы тонуса языка у них у всех слабые, ребёнку сложно ставить язычок за верхние зубки, ставить язычок за нижние зубки. И от этого почти всегда, если вы заметите, что у детей язык посередине находится. И от этого неправильное звукопроизношение происходит. Многие дети имеют трудности, что их не понимают сверстники. Следующая проблема — это детям даётся трудная концентрация внимания. То есть они быстро бросают начатое дело, приключаются на что-то другое, не доводят его до конца. Они не сразу реагируют на просьбу учителя или педагога, на что очень часто жалуются родители. То есть такие дети не могут дождаться, например, конца урока, не могут дождаться, когда подойдёт очередь для того, чтобы взять, например, свою куртку в гардеробе. Или когда подойдёт их очередь в магазине, они начинают нервничать, начинают показывать своё недовольство. И, конечно, у таких детей могут быть хорошие, отличные способности к учёбе, отличная развита творческая деятельность, но вот из-за своей неусидчивости они не реализовывают себя полностью. Следующая проблема — это у детей пропала тяга к знаниям. То есть у них нет природной любознательности. Учителя как бы не стараются придумывать всё больше новые методы, чтобы заинтересовать ребёнку на уроки, на прогулки. Но чем дальше идёт технический прогресс, тем сложнее современному педагогу конкурировать с играми и телевизионными передачами и с разными приложениями, которые есть на смартфонах родителей. Следующая проблема — дети стали очень чувствительными. То есть буквально небольшое недоразумение или неудача могут нарушить полностью их эмоциональное состояние, вызвать бурный эффект или бурный конфликт, слёзы, потасовку, скандалы. Также ввиду этого дети боятся отвечать на уроках, даже если хорошо знают ответ. Другие постоянно привлекают к себе внимание любыми доступными способами. Отчего это зависит? От того, что родители мало уделяют им внимания, что родители не спрашивают, как прошёл день у ребёнка. Они не дают, не вкладывают в ребёнка вот эту возможность того, что ты лучший, я в тебя верю, у тебя всё получится. Мы перестали это говорить своим детям. И вот, конечно, я понимаю, вы сейчас скажете, когда всё это делать, у нас есть работа, и современный мир очень сложный, надо выживать, а не жить. Но согласитесь, что воспитывать ребёнка всегда непросто. Каждое поколение сталкивается с разными проблемами, которые есть в разный период их жизни. Но не всё могут контролировать родители, и не всегда родители могут уберечь от плохого влияния или грубых и пагубных слов своих детей. Но согласитесь с тем, что родители закладывают основу для развития своего ребёнка. Именно семье даёт базу, на которой ребёнок дальше строят своё взаимодействие с окружающим миром. И очень часто я в своей работе обращаюсь к советам современного психолога Славы Михайловны Лада Русь. И мне нравится одно выражение, которое есть у неё в книге, что характер, с которым мы живём, это наше транспортное средство. Вот как мы вложили все силы в своё транспортное средство, какие особенности мы заложили в свой характер, вот таким транспортным средством мы и будем жить. Вот это транспортное средство будет помогать нам либо выживать и жить в современном мире, либо постоянно страдать, жалеть себя и говорить о том, что все вокруг виноваты, только я один хороший. И ещё пару минут займу о том, что мы все мыслим стереотипами. И вот вспомните если себя, когда мы были маленькими, родители постоянно говорили, ты должен, ты должна, не расстраивай маму, учись хорошо, не расстраивай папу, будешь хорошо учиться, у тебя будет то-то, то-то или то-то. Или там, ты должна закончить музыкальную школу, кому должна? Ребёнок никому ничего не должен. Вот я советую вам в первую очередь видеть в своём ребёнке личность. Неважно, сколько ребёнку лет, месяц, два года, либо 15 лет. Ребёнок всё равно личность. И так, как вы будете относиться к своему ребёнку, даст плоды того, как потом в будущем будет ребёнок относиться к вам. Потому что я думаю, что нас смотрят на стиле подростков и понимают, что они упустили вот эту возможность разговаривать со своим ребёнком на разные темы. Если вы с ребёнком не разговариваете на разные темы, то в скором времени он уходит из-под вашего крыла и уходит либо к пагубным компаниям, которые прерывают ему ложные ценности, либо его мнение становится для вас неавторитетным. Но чтобы этого не было, я предлагаю вам всё-таки познакомиться с современным автором Славой Михайловной Ладырусь. И для подростков у неё есть очень замечательная книга, называется «Мы и наши дети», «Я мама» и «Воспитание чудо». Если интересно, то, конечно, заказывайте в интернете. Книги находятся в свободном доступе и без проблем сможете вы их заказать. Я, с моей стороны, хочу благодарить за то, что пригласили на это мероприятие и посоветовать каждому ребёнку ещё раз видеть в своём ребёнке, каждому родителю видеть в своём ребёнке самое лучшее и закладывать в него всё самое лучшее, что вы можете ему дать. Всем спасибо за внимание. Большое спасибо, Юлия Владимировна, за ваш такой интересный доклад. Действительно, думаю, всем родителям будет полезно понять своих детей. Ещё очень важно, родители часто задаются вопросом, а как помочь своему ребёнку, как ему помочь психологически. И очень много книг у нас на сегодняшний день есть, но часто такие книги очень сложно приметь на практике, потому что они написаны сложно или они написаны без какой-то научного обоснования. А вот Юлия Владимировна сказала про очень интересные книги Светланы Ладырусь. Это учёный, кандидат психологических наук, который очень доступно рассказывает, как можно помочь психологически помочь своему ребёнку в такой очень непростой ситуации, в которой мы сейчас все оказались. Поэтому на следующий блок как раз-таки о том, наши родители, наши специалисты расскажут о том, как можно психологически помочь своим детям в это непростое время, опираясь на методы книги Светланы Ладырусь. И первым мы слово предоставляем Лебедевой Анне, активисту Союза Родителей Вместе. Пожалуйста, вам слово. Как родитель с активной жизненной позицией я интересуюсь всем, что происходит у нас в сообществе родительском, в отношении детей, иммунопрофилактики, в отношении образования. Но пришла я к этому не сразу, сама жизнь меня, так скажем, подвела к этому своей жёсткости и формализмом. Так сложилось, что я поставила КДС первую ребёнку и буквально сразу у нас начались жесточайшие просто осложнения вплоть до развития признаков эпилепсии и прочего. Но врачи, несмотря на то, что исследования были глубокие, не признали, что это от вакцинации практически там через неделю. И периодически, когда им становилось полегче, они нам всё-таки эту вакцинацию предлагали. Я поняла, что только от меня зависит теперь судьба жизни, качество жизни моего ребёнка, потому что изменения у него пошли в негативную сторону очень серьёзные. Говорить он начал после трёх с половиной лет. Была каша во рту, просто ничего не понятно было. К пяти годам он строил такие простые предложения, то есть был достаточно закрытым ребёнком, интервертом. ему было сложно в социуме, ему было сложно объясняться, и было видно, что у него задержка речи и задержка о развитии в том числе. В свою очередь вводили мы его и на различные курсы, и на занятия, и на тренинги, и там народной медициной помогали, и физиотерапия была. То есть мы включились в спасение именно жизни ребёнка полностью. Но могу сказать, что вот такой понятный, видимый эффект у нас произошёл только после того, как я обратилась, случайно познакомилась с книгами Светланы Лады Русь. Это известный психолог, она кандидат наук в области психологии, и у неё методика есть восстановление психики здоровья человека, вывода его, ну, практически из любой глубины стресса и кризисов внутреннего состояния. Это, наверное, был единственный оплот, куда я ещё как бы и питала надежду. Я купила книги по воспитанию, по восстановлению именно о работе с психикой ребёнка, записалась на курсы, курсы именно базовые по также восстановлению именно внутреннего состояния человека. Пошла на консультации для очной встречи со специалистами Центра Лады Русь, чтобы попросить у них рекомендации, как работать с таким непростым ребёнком. Ситуация была такая, нерядовая, так скажем. Вот. И я записала все рекомендации. Мне очень понравился подход, потому что в основном все методики говорят о том, что нужно работать с ребёнком. Здесь же я поняла, что нужно работать мне самой собой, потому что, во-первых, если бы я не работала сама собой, а работала бы только с ребёнком, вся ответственная за всё, что происходит, вся тяжесть именно перестройки, трансформации, переживания вот этого кризиса внутреннего состояния, она легла на ребёнка. И это я поняла только, когда я пришла. И мне, ну так скажем, разъяснили, что это родитель должен изначально внутри поменяться, чтобы помочь ребёнку выстроить вот этот сильно доверительный канал, дать ему жизненную силу именно для того, чтобы он исправился. Я начала следовать всем рекомендациям. Они были очень интересны и, ну так скажем, отличались от тех привычных рекомендаций, которые я встречала на тренингах, потому что в них была именно глубина, именно такой глубокий подход на уровне картины мира родителя самого. То есть, меняя свои базовые моральные принципы, отношения в воспитании, именно внутренние, глубинные, получалось исправлять именно психическое состояние самого ребёнка. Я могу сказать, что за два года, буквально с период, который я начала интенсивно заниматься по методике, у него пошли просто колоссальные изменения. Из вот тех проблем, которые я описала, у нас получилось пойти в обычную школу. Я переживала о его состоянии, невозможности пойти в обычную школу, о общении с детьми, с другими. Но, тем не менее, мы пошли в школу даже с кадетским уклоном, так получилось просто случайно. И он начал заниматься музыкой, играть на укулель, на гитаре. У него восстановились отношения с детьми. У нас получилось с ним, так скажем, настроить глубокие родительско-детские отношения. Я стала ему другом. Я научилась ему быть другом, научилась быть ему действительно помощником, единомышленником в его делах. Именно по методу я научилась правильно устраивать отношения как мамы, чтобы он лишний раз знал, куда обратиться за советом. И я знаю, что мои советы, которые я ему рекомендую сейчас, он принимает их на практике. И могу сказать, что сейчас он очень общительный ребенок. У него все эти проблемы прошлые, это как прошлая жизнь у нас была. И сейчас он и спортом увлекается, и на пианино играет, ходит в музыкальную школу, он сам на нее, кстати, записался. И гитара. У него очень много друзей. Он современный, абсолютно ребенок. Но самое, что важное получилось, и наверное, самое ценное, что получилось у меня заложить, благодаря методике, благодаря принципам воспитания, это глубокий, морально-нравственный базис его самого. То есть мы можем контролировать ребенка бесконечно, постоянно водить его на эти тренинги, курсы, постоянно ему внушать, что он должен вырасти вот таким вот таким вот таким, но мы не сможем его сконтролировать этом социуме, который его воспитывает. Даже если у вас ребенок здоровый, даже если все в порядке, и вы не сталкивались с подобными проблемами, то вы точно знаете, что социум воспитывает вашего ребенка. И воспитание внутрь, он возьмет именно то, кто больше авторитет. Могу сказать по практике, вот в моей школе, где ребенок сейчас учится в шестом классе, из 30 человек не курят только трое. А другие курят, и в принципе они этим социумом воспитаны вот так, уже трансформированным, жестким, странным социумом, которым пророс буквально, ну я думаю, это не будет ни для кого удивлением, действительно, принципы и признаки сатанизма, они в молодежной моде просто очевидны. И важно родителю не макать ребенка, говорить, что он должен быть другим, а ребенок сам должен носить внутри другие базовые принципы. И вы знаете, я могу сказать, что там же в этой же школе это же дети тех родителей, которые тоже любят этих детей, желают им добра, возможно, и куда-то водят, но что-то происходит не так. Как-то они общаются так, что вот так вот ребенок растет, что он пошел в эту бисексуальную моду, что ему ближе нравятся вот эти ценности. Почему в семье не получилось привить? Я думаю, что это все именно очень такой глубокий вопрос и касается самого родителя. Нам все время некогда на это обращать внимание. А я бы очень всем порекомендовала озадачиться. Рекомендую всем обратиться к книгам Светланы и Лады Русь. Они реально работают. Это не теория, это практика жизни, это практика работы. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок сам был стержнем и оплотом вот именно моральных устоев, которые на всю жизнь потом и вам в отношениях родительских, и в целом просто ему как-то по жизни потом помогут, я бы рекомендовала все-таки обратить внимание на это. это то самое лучшее, что может делать родитель для своего ребенка. Стать, делать его самосным, самодостаточным, носителем именно вот этих базовых принципов. И вы знаете, и такие дети, я думаю, что они собой, свою моду, свое направление очень спокойно, очень самодостаточно несут в ответ. И за таких детей можно быть спокойными. И я уверена, что метод он может помочь любому родителю, с любой проблемой ребенка, независимо от возраста, потому что он имеет вот именно глубину. Ну, моя жизненная практика, мой жизненный опыт, я думаю, что тому пример. Я очень рада, что в свое время я познакомилась с Исланой Михайловной, я ей очень благодарна за все изменения, которые произошли в моей семье, с моим ребенком. Я думаю, каждый родитель поймет меня, насколько радостно сердце, когда из вот такого состояния ребенок становится просто в обычном, нормальном, развитом даже человеком. Спасибо большое. Спасибо, Анна. Прям такие искренние отзывы вдохновляют. И я думаю, для многих, кто смотрит сейчас наш эфир, кто его посмотрит в дальнейшем в записи, их заинтересует вообще эта возможность меняя себя и менять вообще мировоззрение своих детей в сторону именно воспитания морали, этики и традиционных правильных морально-этических ценностей. Сегодня у нас в зале присутствует активист Совета Родителей города Тольятти Ольга Зеединова. И сейчас Ольга тоже расскажет о применении метода при выстраивании семейной жизни. Ольга, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Я замужем и с мужем мы воспитываем ребенка с 6 лет. С мужем мы познакомились в 2012 году и на тот момент я уже была знакома с авторским методом безлекарственного восстановления здоровья Светланы Лады Русь. А мой муж еще не был знаком и чтобы понимать друг друга лучше я предложила мужу тоже пройти базовый курс обучения и он прошел, получил базовые знания о методе его применения в жизни и сказать, что его жизненные принципы по взаимоотношению с противоположным полом поменялись это сказать ничего. В методе Светланы Михайловны Лады Русь есть такие принципы брать ответственность на себя за все свои желания действия и поступки. Приведу цитату из книги Светланы Лады Русь Самое строгое правило никаких отношений до свадьбы Мой муж понял, что ввел себя безответственно по отношению к противоположному полу и постарался исправить свои взгляды на отношения соответственно желание создать семью не заставило себя ждать. Очень важно, чтобы члены в семье были как бы на одной волне и чтобы интересы совпадали мировоззрения отношения к жизни тогда и разногласий и поводов для ссор будет намного меньше. После свадьбы нам некоторое время пришлось пожить с родителями но мы считаем что дети от родителей должны все-таки жить отдельно потому что создается все-таки новая семья и тут нам вновь помог метод и на базе метода создано очень много практических очень полезных тренингов и все они отлично работают что мы очень быстро видели на практике и один из таких тренингов был на правильное формирование желаний и создание выстраивание своего будущего и вот благодаря совместным усилиям и формированию желаний нам удалось переехать в собственную квартиру чему мы были очень рады и совместная жизнь невозможна без рода конфликтов но когда конфликты все-таки наступают мы стараемся с мужем не ссориться а все-таки решать проблемы по мере их поступления и мирно потому что в методе есть одна из основных идей что если вам не нравится мир вокруг себя то значит нужно менять себя другими словами что прежде что прежде чем обвинять близких в своих неудачах бедах нужно посмотреть сначала на себя почему эта ситуация произошла именно с тобой и что можешь сделать именно ты чтобы изменить эту ситуацию метод нас научил искать проблему не в других а прежде всего в себе через полтора года после свадьбы мы ждали пополнения в семье также помогли очень книги Слана Михайловны о самых первых днях беременности насколько важно маме быть спокойной и счастливой в эти дни приведут цитату из книги Слана Михайловны Лада Русь воспитание чуда любое эмоциональное состояние беременной мамы это состояние переживает прежде всего малыш чтобы человек родившийся был спокоен уверен в своем будущем любил мир любил жизнь именно в таком состоянии его мама должна находиться все 9 месяцев беременности но в возрасте двух лет мы заметили что наша дочь очень стала часто болеть и характерно были одни и те же симптомы то есть там у нас начинался сначала сначала начинались сопли потом ну два дня наверное были сопли это было похоже такие простудные заболевания потом на третий день у нас начинался жуткий кашель который просто не проходил ни днем ни ночью ночью особенно мы вообще не спали практически всю ночь и проходил этот кашель всегда вот просто как будто бы его не было на третий день и какие бы только лекарства мы не пили каким бы только мы врачам не обращались на снятие симптомов и ускорение выздоровления это вообще никак не влияло мы пробовали все аптечные лекарства гемиопатию физиопроцедуру даже домой купили очень дорогой аппарат про прогревание носа и горла но ничего из высшеперечисленных нам не помогало даже делали рентген легких по совету врача потому что врач подозревал у нас туберкулез потому что такой лающий взрослый кашель у двух с половиной года ребенка это просто было ненормальным но рентген показал что у нас легкие чистые все с нами было в порядке однажды мы даже собрали врачебный консилиум потому что один специалист нам никак не помогал и дочке назначили лечение на два месяца и целых два месяца мы лечились капали брызгали мазали но результат нам тоже никакого не дало я хваталась за голову и вообще не понимала что мне делать и тогда родные мне посоветовали обратиться к методу но на тот момент если честно мне казалось что это вообще не наша проблема то есть ребенок болеет как это связано пока однажды в книге Светлана Михайловна Лада Русь воспитание чудо я не наткнулась на такое выражение ребенок приходит в этот мир практически незащищенным и только любовь и забота родителей две ауры родителей в которых пришла эта новая жизнь могут защитить младенца еще я прочла что если родители ссорятся то стрелы их претензий друг к другу летят через ребенка потому что ребенок находится как бы между мамой и между папой и когда эти стрелы претензий летят через него то они как бы пробивают его гармоничное состояние пробивают его защиту и в это время ребенку очень легко заболеть и с ним может случиться какая-то неприятность и тут я начала анализировать ведь так все и было мы ссорились с мужем и через несколько дней наш ребенок начал заболевать и симптомы были одни и те же то есть это сначала сопли потом жуткий кашель который не проходил ни днем ни ночью и потом через три дня все симптомы спадали то есть настолько было все похоже одна и та же ситуация я рассказала об этом мужу и мы поняли как были неправы нам казалось что наши ссоры ну касаются только только нас и что никто от этого не страдает на самом деле страдал в большей степени это наш ребенок мы пообещали друг другу впредь решать конфликты мирно и без претензий обитый ссор и даже у нас такое бывало что я когда начинала срываться на мужа там бывали разные ситуации муж пугал меня не кричи не ругайся а то дочь заболеет и сразу я брала свои эмоции под контроль просила прощения и старалась мужу все объяснить спокойно все свои чувства все свои эмоции и мы поняли что говорить о своих чувствах что ты чувствуешь и что для тебя важно это очень эффективно потому что вы решили проблему и можете идти дальше чтобы понять и усвоить этот урок нам понадобился не один год а ведь если бы не метод то мы могли бы вовсе не прийти к этому выводу и дочь продолжала бы болеть поэтому я считаю что очень важно как можно чтобы как можно больше людей ознакомились с методом ведь метод помогает жить без стресса в семье без стресса на работе без стресса в социуме а значит и без болезней а значит и проблем становится намного меньше в воспитании ребенка мы применяем все свои знания усвоенные в методе стараемся воспитывать с любовью но в строгости всегда показываем своим примером как ребенок должен вести себя в жизни учим помогать и уважать старших еще мы поняли что очень важно доносить до ребенка и рассказывать о том в какой стране он живет любить не только свою семью но и свою родину очень хорошо что нашему ребенку мы можем с малых лет передать тот опыт которого нам не хватало до знакомства с методом спасибо большое спасибо большое Ольга за очень такой интересный практический опыт действительно очень важно понимать что на самом деле как метод Светлана Михайловна говорит все можно скорректировать все можно изменить и мы с вами столкнулись в последнее время с очень непростой ситуацией когда мы все были ограничены в возможностях передвижения многие испытывали стресс и вот о том как эту ситуацию можно пройти непростую которую диктует нам современное общество нам расскажет Олейникова Ольга Сергеевна психолог-специалист Центр Лада Русь она расскажет как преодолеть стресс вызванного пандемией с помощью психообразовательной программы профилактики социально-стрессовых расстройств Добрый день дорогие друзья благодарю за участие что вы пригласили и хочу начать с того что программа профилактики социально-стрессовых расстройств разработана на практике Светланы Ладой Русь кандидатом психологических наук мы сегодня уже очень много времени уделили тому моменту что мы живем в стрессовом обществе и это общество нас толкает все время на тот момент что мы должны решать проблемы проблемы нас окружают везде и всюду и особенно нас обеспокоит та тенденция развития которая обусловлена сейчас в нашем современном обществе цифровизация дистанционное обучение риск того что мы можем уйти вообще от общества уйти, закрыться в себя и это все способствует тому что наш уровень стресса стрессовости очень быстро растет и вообще такие исследования есть, которые говорят о том что тенденция будет расти стрессовость будет увеличиваться и если мы не будем находить методы решения этой стрессовости будем решать свои проблемы и задачи так как мы это привыкли делать то мы ни к чему новому не придем ситуацию сугубится наше состояние здоровья и психики тоже будет усугубляться и на помощь этому приходит метод профилактики социально-стрессовых расстройств это программа которая разработана автором кандидатом психологических наук Светланы Лады Русь и метод быстро работает это метод быстрого самовосстановления самоконтроля организма он помогает любых стрессовых он особенно эффективен в стрессовых, конфликтных непредвиденных ситуациях метод является защитой человека от различного рода заболеваний расстройств и стрессов которые связаны с обществом и такая защита согласитесь она очень нужна современному обществу особенно в сегодняшнее непростое время сама программа была защищена в 2006 году диссертационным исследованием на кафедре клинической психологии имени Герцена и те исследования которые были приведены в этой диссертации показывают насколько на практике программа позволяет научить человека быстро вводить себя из стрессового состояния подтверждение тому как это быстро происходит были проведены многие исследования практические то есть метод существует уже 30 лет 30 лет назад он был запатентован за все это время были колоссальные и очень хорошие результативные отзывы всех кто прошел данный курс кратко алгоритм авторского метода можно изложить так это составление правильной картины внутренней картины мира то есть формирование здорового нормального мировоззрения следующий этап это формирование правильных отношений ко всему что происходит вокруг исходя из вот того зерна из правильного мировоззрения и следовательно уже формирование правильных реакций на окружающую действительность реакция на все окружающее это и есть наш с вами характер. Вот так просто, четко и понятно алгоритм метода излагается. И приведу небольшую цитату. Характер – это транспортное средство, на котором вы едете к цели своей жизни. Если транспорт плохой, до цели можно просто не доехать. Это цитата Светланы Лады Русь. И на самом деле это так. То огромное исследование, которое было приведено за все это время. Мы исследовали около 5000 отзывов. Отзывы, которые исследовались о прохождении программы неспецифической профилактики социальных и стрессовых расстройств, говорят нам о том, что у 98% слушателей отмечается улучшение общего состояния здоровья. Это огромнейшая доля. Вот мы видим на диаграмме. 23% были исчезновения болей различного рода и характера. И 48% – это освобождение от конкретных заболеваний. Результативность вы видите сами. Это огромный вклад в здоровье, в здоровье нации и страны. И хотелось бы сказать тот момент, что те исследования, которые проводились, зафиксированы огромные результаты. В частности, позитивная динамика отмечается и под таким признаком, как уменьшение чувства собственной несостоятельности. Это следующий момент. Чувство собственной несостоятельности, чувство вины, уменьшение с 64% до 31% навязчивого, ощущение наказания, идеи самообвинения, нарушение сна. Также зафиксировано, что в результате обучения количество испытуемых с высокой личной тревожностью уменьшилось с 59% до 24%. Эти исследования, о чем они говорят? Они говорят о том, что результатом усвоения обучающегося курса является в том числе повышение показателей осмысления жизни. Самая главная основа в том, что человек начинает осознавать себя. И он берет ответственность за свою жизнь, на себя, за все, что он делает, все, что он думает и производит в жизни. То есть он архитектор своей жизни сам. И как следствие метод проявляет себя. Сложно не отметить тот период пандемии, который у нас был в 20-21 годах. И до него результативность метода была около 80%. В этот период результативность метода ни капельки не упала. Она осталась на том же уровне, она немного повысилась. Просто увеличилось количество людей, обращающихся к нам за психологической помощью. Потому что стрессовость, сегодняшние события, которые мы рассказываем, насколько сильно увеличились депрессии у людей. особенно после вот этого строгого очень режима, когда у нас было и дистанционное обучение, и когда дети не знали, что с ними происходит, не знали родителей, как им реагировать. То есть вот эта стрессовость, стрессогенность в обществе, она в разы увеличилась. И, соответственно, количество людей, которые к нам обратились, тоже увеличилось. Но тенденция говорит о том, что помощь, которая была оказана, были очень большие положительные результаты. И исследования дали такие показатели, как индивидуальная самооценка участников программы. Они становились намного выше. Это 57% восстановление от хронических заболеваний. Дальше 72% избавление от страхов, тревожности разного рода. 84% — это восстановление взаимоотношений членов семьи. 18% — это проявление способности к творчеству. И 73% — это восстановление чувства коллективизма. Отметим такие результаты программы, что люди становились более активными не только в своей личной жизни, но и в общественной. Это их побуждало к каким-то конкретным определенным действиям. И в такой момент возникает вопрос. Метод действует вот таким образом. Он помогает человеку выйти из этой стрессовой ситуации, выйти на другой уровень, повысить вот эту стрессогенность, повысить свой уровень спокойного отношения, гармоничного отношения к жизни. У нас возникает вопрос. Какой же человек удобен обществу в данный момент времени? Наверное, ответ будет такой, что удобен человек управляемый, который идет по направлению, который не сам не думает, не выбирает, не является архитектором своей жизни, который слушает, что ему говорят, и выполняет. Метод говорит о том, что человек должен идти сам по жизни, выбирать наилучшее свое будущее, выбирать то, что он должен делать сам, исходя из своих высоких морально-этических норм, которые он приобретает. И вот в период, особенно пандемии, когда к нам пообращались люди, обращались в основном и семьи, и взрослые, и дети, именно с тем, что повысилась вот эта стрессовость. И повысился тот момент, что человек не знает, что делать в новых условиях. А хочу заметить, вернуться к тому моменту, что метод как раз-таки является защитой от того, что он защищает человека от непредсказуемых действий, которые идут извне, из внешней среды. Он эти события воспринимает спокойно. У него есть та база, есть тот фундамент, благодаря которому он может правильно, четко, ясно решить все непредсказуемые ситуации. И метод же, разработанный на практике, мотивирует человека к нравственным поступкам, альтруизму и коллективизму. Он направлен на то, чтобы научить человека самому стать психологом психологом и архитектором своей жизни. И это отличает его от многих психологов, фармацевтов, платных клиник, которые, наоборот, нацелены на то, чтобы посадить человека на зависимость от себя и регулярно выкачивать из него круглую сумму денег. Метод Лады Русь, он учит тому, чтобы человек стал отвечать сам за себя. И вот это тот фундамент, то зерно, которое вообще нужно каждому из нас. И если мы начнем правильно действовать, функционировать в обществе, в окружающей среде, это мы сможем легко передать нашим детям и подрастающему поколению. Хочу сказать, вот есть очень известная такая фраза у Светланы Лады Русь. Воспитание себя это воспитание, извините, воспитание ребенка это в первую очередь воспитание себя. Именно с себя нужно начинать выстраивать правильный мир, правильные взаимоотношения. И есть непреложные законы мира, бытия, да, этические нормы, этические законы, по которым мы с вами все живем. Но один момент, не все знают эти правила. Вот метод как раз-таки показывает и дает основу понимания этих законов. мы в этот мир пришли, мы по этим законам живем. Знаете, как в юриспруденции есть такое понятие, незнание законов не освобождает от ответственности. И получается, если мы не знаем этих законов мира, по которым мы живем, это нас не освобождает от ответственности. Грубо говоря, если у вас нет инструкции, если вы не знаете, как что работает, вы просто нажимаете на все кнопки подряд. И, соответственно, любая система, не только человеческий организм, будет нести нарушения. Здесь то же самое. Если вы не знаете определенных функций, не знаете определенных законов, которые происходят в мире, вы просто будете их нарушать. Тем самым жизнь сама будет вам подсказывать и говорить, что вот здесь было нарушение. Вот за это ты сейчас отвечаешь. И вот эти знания, эти законы, которые даются каждому человеку, в понятиях четких, ярких, понятных, когда человек начинает это применять на практике, он начинает выстраивать правильные взаимоотношения с окружающей действительностью. И он начинает функционировать правильно и самовосстанавливаться. И в завершении выступления я бы хотела сказать, когда мы начинаем действовать вместе, когда мы начинаем чувствовать все, что происходит с нами, и чувствовать мир и пространство, мы его меняем. А наши дети — это наше будущее. Ведь какую программу мы в них закладываем, зависит только от нас, уважаемые родители. Зависит только от того, как мы это проявим в своей жизни. И если мы будем пускать это на самотек и говорить, что вот у нас есть новые законы, мы ничего не можем сделать, исходя из этого. Нет, это неправда. Мы можем сделать то, то самое лучшее будущее, которое мы готовим для своих детей, то, что мы хотим сделать и принести в жизнь, зависит только от нас с вами, здесь, сейчас. И нельзя терять ни секунды, ни минуты времени. Его практически не осталось. Поэтому я призываю, дорогие друзья, объединяться, бороться за свои права и вводить правильные устои в фундамент жизни, который нужен каждому из нас, не только детям, как бы дорастающему поколению, но каждому из нас. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Большое спасибо, Ольга Сергеевна, за такой интересный доклад, подробный. Действительно, наши последние докладчики нам показали, что всё можно изменить, что вот это внутреннее спокойствие, которое идёт от родителей, которое можно с помощью методики, Слава Михайловна, в себе выработать, а потом можно и помочь своим детям. Действительно, помочь своим детям можно не только психологически, но и физически. У нас вот будет несколько, сейчас у нас следующий блок докладчиков. Наши родители, представители региональных советов родителей рассказывают об опыте объединения и действия, потому что только действием действительно можем изменить социальную реальность. И мы передаём слово Медведевой Татьяне, родителю Ангарска, Иркутской области. Добрый день, дорогие друзья! Как неравнодушный гражданин своей Родины и родитель с активной жизненной позиции, в случаях, когда я вижу нарушение или ограничение моих законных прав, не молчу, действую для восстановления справедливости. На своём жизненном опыте могу сказать, что мы сталкиваемся с различными распоряжениями и требованиями повсеместно и только от нас зависит, как на вас эти ограничения будут действовать. А последние пару лет я вижу многие ограничения просто абсурдны, выбирая здравый смысл и защиту своих прав, всегда отстаиваю их. Например, в школе, где учится моя дочь, в связи с эпидемической обстановкой ввели ряд ограничений, таких как дезинфекция рук, термометрия, масочный режим. На все эти медвешательства я написала отказ в двух экземплярах и зарегистрировала у секретаря. Также были мной написаны отказы от психологического тестирования, от эвакуации без уведомления родителей, биометрический отказ, от медвешательства прививки COVID-19 без уведомления родителей и так далее. Нужно сказать, что все эти отказы работают и по сей день. Скажу больше, что мне удалось побывать на открытом уроке в школе в период пандемии, правда, не без боя, так как первоначально директор школы заявила, что родителям запрещено присутствовать в учебном заведении, на что я предложила директору подтвердить свой отказ, сославшись на нормы закона, и что я буду вынуждена сделать официальный запрос в Минобразование по поводу этого вопроса. На следующий день директор школы пригласила меня посетить уроки, то есть разрешили мирным способом. Чтобы понимать, как защищать себя, прежде всего необходимо всесторонне изучить, как именно нарушаются наши права, потому что, понимая несправедливость многих процессов, но не изучая конкретику, мы копим внутри себя агрессию и желание радикально действовать, либо совсем махнуть рукой и засунуть голову в песок. Для того, чтобы мы понимали свою силу, научились защищать себя и своих детей, мы создали совет. В рамках совета мы объединяемся, изучаем права и отстаиваем их на практике. Постоянно делимся информацией среди населения. К нам присоединяются такие неравнодушные, готовые действовать для защиты не только своих, но и прав общества. потому что мы неотделимы от такого общества, в котором живем. Сейчас гражданский долг каждого расширить свое понимание, что без помощи обществу мы не сможем отстоять только свои единичные права. В связи с начинающейся иммунизацией от модной болезни мы советом посетили все поликлиники города с предупреждениями о недопустимости принуждения. Стоит отметить, что реакция заведующих была неоднозначной. Они не пошли с нами на диалог. Из восьми поликлиник на вопрос для чего проводить если не закончены все стадии исследования ответила только одна, что руководство сверху в устной форме спускает распоряжение для проведения работы с родителями и исполнению программы иммунизации. Такую же работу провели по школам, очно посетили десятую часть организации города, а остальные разослали электронными письмами. Похожая реакция была и у директора школы. Общение свелось к формальному приему предупреждения. На вопросы совета родителей о законности иммунопрофилактики все на школ давать ответы отказались. Понимая, что в отношении детей-сирот вся роль представителей интересов детей ложится на дирекцию детских домов, мы вышли с ними на диалог. Посетив все детские дома города, пришли к выводу, что как типичная структурная организация, прежде всего настроена исполнять директивы руководства. Общение получилось напряженным, в основном дальше холла нас и не приглашали. Отметили тот факт, что в управлении образованием города при очной встрече сотрудники просто молчали на заданные вопросы по защите прав детей и учебных организаций, в частности сомнительных экстренных аукционных мерах и детской организации. Все наши действия аккумулируются в большую силу на уровне нашего города. Родители понимают, что они имеют очень много прав и что отстаивать их это абсолютно нормально и даже нужно. Нашими действиями мы вдохновили другие города на объединение. Считаю, именно так должны действовать все, кто хочет достойного будущего в своем городе и в своей стране. Чужих детей ведь не бывает. Если действовать грамотно, законно, с верой в себя и справедливость, все обязательно получится. Если вы защищаете себя, то через вас остановится волна, насаждающая наше общее рабство. потом вы сможете это передать другим. Если вы внутри думаете, а почему я? Вокруг сомневается и машет рукой. Задайте себе вопрос лучше другой. А кто, если не я, наведет справедливость лично в моей жизни? Благодарю за внимание. Спасибо, Татьяна. Очень ценный опыт. Радует, что советы родителей созданы во многих регионах не формально, а именно они действуют. То есть люди объединились для того, чтобы иметь плечо, поддержку рядом и возможность идти в какие-то учреждения. Ты уже не один, и ты идешь, действуешь не от своего личной имени, а представляя именно интересы родительской общественности. И заключительное на сегодня выступление. Мы предоставляем слово Ирине Саляховой, представителя Совета Родителей Камчатского Края, которое подведет итоги деятельности Союза Родителей Вместе. Пожалуйста, Ирина. Здравствуйте. Я представитель Совета Родителей Камчатского Края. Саляхова Ирина Евгеньевна. В такое непростое время созрела необходимость в объединении, поэтому мы создаем Советы Родителей по регионам. Союз Родителей Вместе объединяет все советы. Спасибо за приглашение на Круглый Стол, за эту возможность подвести итоги деятельности Союза Родителей Вместе. Союзу недавно исполнился год. Немного о Союзе Родителей Вместе. Наше движение было создано при Комитете образования и культуры Общенародного Союза Возрождения России. В него вошли не только все регионы России, но и Германии, Италии, Чехии, Украины, США, Финляндии и многие другие страны бывших советских республик. И наши ряды пополняются активными родителями, которые берут на себя ответственность за целые города, школы, стараясь не просто просвещать людей, но и объединять их в коллективы. Можно уверенно сказать, что за год мы выполнили пятилетку. Начну подведение итогов с конференции подсос. Мы провели ее 29 августа 2021 года в Москве совместно с независимым исследовательским центром и комитетом по образованию Общенародного Союза Возрождения России. По итогам конференции был выпущен сборник докладов, который является ценным материалом, поскольку каждый доклад это выжимка фактов, информации и самое главное практический опыт, выводы и предложения, как нам действовать дальше. В конференции приняли участие доктора и кандидаты наук, практикующие учителя, педагоги, психологи, социологи, врачи, юристы, гражданские активисты и представители родительских сообществ нашей страны. В сборник кроме докладов вошла экспертиза независимой ассоциации врачей о влиянии дистанционного обучения на здоровье детей. Нам кажется, что у каждого ответственного родителя должен быть такой сборник. Участники конференции констатировали, что в России идет многолетнее уничтожение всеобщего массового качественного образования. Этот процесс, по их мнению, является частью проекта по разрушению нашей страны, лишению ее экономического и политического суверенитета и осуществляется в соответствии с планом ДАЛСа, разработанным для уничтожения потенциала СССР. В настоящее время учреждения образования превращены в коммерческие структуры и образовательная деятельность из духовной превращена в сферу услуг. Образование перешло под контроль финансовых структур, под диктовку которых происходит его плановое уничтожение. За последние десятилетия фактически утрачен равный доступ к полноценному образованию всех слоев населения. Всеобщее массовое образование заменяется кастовым. Последним гвоздем в крышку гроба системы образования становится внедрение цифровой среды обучения, являющейся частью национального проекта образования. После конференции информационно-просветительской части мы сделали конкретные действия. Это наша основа. Не просто освещать проблемы, задачи или какие-то ситуации, но и всегда предложение, что делать, конкретные шаги, чтобы менять происходящее мирным и самое главное законным способом. Мы посетили приемную президента, где только 15 сентября с пятого раза приняли наше обращение. Лично подали более 20 тысяч подписей против оцифровки образования и дистанта в три инстанции Министерство образования Российской Федерации, Роспотребнадзор и Министерство просвещения и науки. Также представили им резолюцию конференции. Основные требования резолюции отменить введение проекта образования 2030, образования 2035 и аналогичных ему, направленных на изменение традиционных основ семейного воспитания и технократического насилия над психикой детей. Обеспечить детям гарантированно Конституции Российской Федерации полное общедоступное бесплатное очное среднее образование с ограниченным использованием электронных технологий. Обеспечить условия для возврата детей России к очной форме обучения в общеобразовательных учреждениях с переходом на модель советского образования. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц вплоть до увольнения чиновников страны, занимающихся высшие должности за урон уже нанесенный процессу образования в результате введения дистанционного обучения, нарушающего все нормы безопасности и здоровья школьников. Провести открытые исследования влияния электромагнитного излучения компьютеров и прочей оргтехники, планируемой к применению в процессе дистанционного обучения на безопасность для здоровья участников обучающего процесса. На них мы получили отписки. Впрочем, это не было неожиданностью. Это стиль общения всех структур власти с населением. И потом у нас началась бурная деятельность непосредственно на местах. Почти что в каждом городе советами родителей осуществлялись походы в Министерство образования. Пошла волна пикетов по всей стране. Как только в каком-то городе объявлялось о дистанте, то мы мгновенно реагировали, освещали события. Даже было такое, что огласка о дистанте в пятницу работала так, что в понедельник дети уже шли в школу. Так было и у нас в Камчатском крае. А после волн эвакуаций, о которых знают совершенно все, даже неинтересующиеся люди политикой, мы запустили челлендж. Родители не молчат и получили большой отклик от родителей, потому что это одна из наших болей. Принятый закон об угрозе ЧС и о ГОСТах к нему, в которых прописаны жесткие условия эвакуации населения в мельчайших подробностях. И мы видим, что и взрослые, и дети приучаются к тому, что это тоже новая нормальность, неизбежная реальность, которой мы должны смириться и подчиниться ей. Акция по эвакуации включает в себя несколько шагов от рассылки писем и запросов директорам школ, запросов и требований в местные администрации, в Министерство образования, до федеральных инстанций, Генпрокуратуру, МЧС России, Министерство просвещения, Следственное управление ФСБ и Уполномоченному по правам человека. Запросы и письма делаются от имени коллективов, советов родителей. Так мы просто показываем своё отношение к событиям. Но и то, что нас много, мы организованы и самое главное, мы грамотные. Отдельная тема борьба с куар-кодами, когда дети не могли ходить в секции, в кружки, когда родителям запрещалось сопровождать своих детей, чтобы элементарно помочь им переодеться. И тут мы не остались в стороне. Активисты сразу пошли в местные инстанции к главам администрации и эти походы получили широкую огласку. И именно благодаря общественному резонансу родители смогли отстоять своё право заходить в секции вместе со своими детьми. Пензенская область Екатеринбург Самара Майкоп Великий Новгород Горно-Алтайск Ярославль Нижний Новгород Хабаровск Краснодарский край Кострома Соликамск Камчатка Заречный Новосибирск Отрадный Тольятти Оренбург Омск Архангельск Москва Санкт-Петербург Липецк Сызрань Благовещенск Наша география Это вся Россия Везде есть родительские коллективы Наше Общение с органами власти Заявления в местные и генеральные прокуратуры Походы в Министерство Управления Всё это дало нам ценный практический опыт Общение с чиновниками показало что в большинстве своём они просто некомпетентны не могут ответить на наши вопросы и рассчитывают на спасительные 30 дней которые закон даёт им на ответ И именно понимание того насколько им безразличны дети образование будущее что они строго исполняют присланные сверху бумажки это даёт нам большую силу и моральное право продолжать действовать Мы записывали обращение к родителям помогая им понять что страх лень безразличие согласие с неприемлемыми условиями обучения нежелание напрягаться и вникать это дорога в пропасть это то что наши дети нам никогда не простят и просто не поймут нас Нас потрясло что руками учителей сейчас пропагандируют и продвигают проведение медицинского эксперимента в школах часто учителя об этом просто не знают потому что привыкли доверять информации приходящей из вышестоящих органов и когда мы спокойно общаемся с директорами учителями за ручами показываем им ответы из Министерства здравоохранения Российской Федерации выписки с официальных сайтов Минздрава что до конца 2023 года идет стадия клинических испытаний препарата для детей от 12 до 17 лет они просто недоумевают почему эту информацию им не сказали поэтому мы включились в процесс рассылки предупреждений в школы своих городов областей и республик и стараемся действовать от имени созданных родительских советов почему так да потому что каждый не может да и не захочет просто ходить по инстанциям писать письма требования но каждый хочет здоровья и нормального обучения своему ребенку и советы родителей действуют от имени тех кто присоединился к таким коллективам единомышленников и все шаги создания советов бланки инструкции вы можете найти на наших официальных площадках родители некоторых областей предоставляют в школы целые пакеты документов отказ от дистанта предупреждение о недопустимости медвмешательства экспертизу независимой ассоциации врачей о дистанте его губительности для детей как сидя перед экранами компов наши дети становятся инвалидами как страдают абсолютно все органы и системы детского организма и дети становятся бесплодны уже таким образом эта информация потрясает и невозможно оставаться безучастным к происходящему совместно с комитетом образования УСВР правовым комитетом мы разрабатываем пакет документов для проведения каждой акции не просто подписи но сразу требования с которыми идем по итогам сбора подписей в курирующие образовательные ведомства вакцинация дистант эвакуация у нас есть все алгоритмы действий на самые важные темы часто наши акции возникают исходя из запросов родителей которые задают много вопросов по конкретной теме отдельное спасибо правовому комитету УСВР юристы которого проверяют наши документы на соответствие законодательству нам доверяют люди и мы отвечаем за каждый свой документ сейчас самая вот трепещущая тема это введение новых в ГОС родителям подсовывают бланки согласия совершенно не объясняя что именно изменено в чем кардинальное отличие старых и новых в ГОС и самое главное чем это грозит нашим детям и всей системе образования в частности очного традиционного образования мы тщательно изучили информацию и пришли к выводу что через эти стандарты будет окончательно уничтожена система очного обучения и у нас у родителей не будет возможности выбора и отказа от соса дистанта и это еще один мостик правовая основа для реализации проекта образования 20-30 запущенная акция сейчас собрала большое количество подписей и конечно самое главное вы родители бабушки дедушки каждый неравнодушный человек все с кем мы нашли объединение и стали действовать вместе мы благодарны каждому человеку который идет с нами к общей цели это далеко не все что сделано союзом родителей вместе так как говорить о нашей деятельности можно много и я постаралась сделать это кратко найти нас очень легко наши площадки есть в телеграме официальный канал союз родителей вместе отдельный канал с документами чат с активистами для обмена опытом где-то координации действий ну и вообще дружеской поддержки у нас есть странички вконтакте и в одноклассниках наш замечательный инстаграм с почти 17 тысячи подписчиков к сожалению сейчас он стал неактивен жаль в него мы вкладывались и можно сказать мы в него вложили душу и благодаря ему мы соединились со многими родителями так что ждем вас на наших площадках и в жизни для совместных действий спасибо большое спасибо Ирина за выступление за отчет действительно очень важно объединяться сейчас с родителем в родительские советы и опыт объединения действия союза родителей вместе очень наглядно показывает как действительно можно защищать права и интересы наших детей давайте подведем итоги нашего родительского собрания я озвучу резолюцию всероссийского родительского собрания мы граждане России участники всероссийского родительского собрания считаем что проводимую в наши дни государственную политику в отношении детей можно приравнять к диверсии перевод всех сфер жизни образования культура здравоохранения социальной сферы политики спорта и так далее в цифровой формат происходит без учета специфики отдельных областей что приводит к необратимым негативным последствиям так например национальный проект образования 2030 реализующийся в России уже несколько лет на наш взгляд лишает детей права на полноценное качественное образование согласно паспорту национального проекта образования на период 2018-2024 года утвержден раздел 4.3 о цифровой образовательной среде далее ЦОС исходя из пунктов раздела ЦОС является инструментом трансформации всех уровней образования в том числе закрепление на обязательной постоянной основе применения сервисов ЦОС наряду с этим приказ Министерства просвещения от 9 декабря 2019 года номер 649 утверждает статус ЦОС как временный и экспериментальный согласно статье 24.21.2 Конституция России никто не должен подвергаться пыткам насилию другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию никто не может без добровольного согласия подвергнуть медицинским научным или иным опытом однако мы видим что вопреки закону родители педагоги поставлены перед фактом внедрения цифровых технологий в образовательный процесс без права выбора при этом результаты эксперимента по внедрению ЦОС нигде широко не обнародуются большинство родителей педагогов даже не знают о нем мы считаем что в стране под эгидой подобных государственных программ проводится тотальная политика навязывания экспериментальных проектов вопреки мнению общественности мы считаем что подобные проекты являются частью проекта по разрушению нашей страны и уничтожению потенциала России введение ЕГЭ появление в вузах бакалавриата магистратуры закрытие докторантура ликвидация ПТУ все это шаги по нашему мнению ведущие к уничтожению системы образования способны готовить квалифицированные кадры и развивать национальный научный и интеллектуальный потенциал по всем признакам сейчас происходит последний этап уничтожения образования с нового учебного с нового учебного года вступают в силу новые федеральные образовательные стандарты для начальной и основной школы сокращенно в ГОС которые по сути сделают экспериментальный проект по внедрению ЦОС обязательным получается ЦОС будет не эксперимент а утвержденная программа так в ГОС согласно пункту 31.1 приказа номер 286 пункту 32.1 приказа 287 закрепляет обязанность каждого преподавателя включить в учебные программы информационно-коммуникационные технологии в каждый урок уже готов 41 комплект верифицированно цифрового образовательного контента соответствующего в ГОС общего образования однако мы на это своего согласия не давали по нашему мнению электронная школа которая преподносится как современная передовая безопасная система может иметь опасные негативные последствия для детей так как запускает неопробированные технологии последствия и влияние которых на детское здоровье не изучены никаких комплексных результатов исследований заключений документов от здравоохранения психологов опытных педагогов о безопасности и эффективности электронного обучения для детей родительской общественности предоставлено не было в открытом доступе отсутствуют технические регламенты всего оборудования применяемого в учебных классах а также санитарно-гигиеническое обоснование его использования более того внедряемые информационные технологии ведут к растущей зависимости от смартфонов гаджетов и интернета многие ученые уже открыто называют смартфоны айпады цифровым наркотиком защищены ли наши дети в школе гигиеническими требованиями к использованию электронных средств обучения в прежнем варианте сампин гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы для учеников первых и тире четвертых классов время за компьютером на уроке не должно превышать 15 минут для учеников пятых седьмых классов 20 минут для учеников восьмых тире девятых классов 25 минут для старшеклассников десятых одиннадцатых классов на первом часу учебных занятий 30 минут на втором к часу 20 минут в новых же санитарных правилах которые вступили в силу 1 января 2021 года требования к электронным учебникам обобщили с печатной продукцией хотя они должны серьезно различаться в пункте 2.10.2 допускается использование электронных средств обучения сокращенное ЭОСО с фиксацией в тетрадях непрерывно для детей 5-7 лет для учащихся 1-4 классов 10 минут для 5-9 классов 15 минут общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке для интерактивной доски для детей до 10 лет 20 минут старше 10 лет 30 минут компьютеры для детей 1-2 классов 20 минут 3-4 классов 25 минут 5-9 классов 30 минут 10-11 классов 35 минут То есть нет норматива продолжительности использования всех электронных средств на уроке суммарно Согласно последним санитарным правилам ученик 1-го класса может непрерывно работать с электронным учебником 10 минут потом с интерактивной доской 20 минут потом опять перейти на работу с электронным учебником на 10 минут САМПИНом допускает что 40 минут урока можно провести с использованием электронных средств обучения Такой режим будет на каждом уроке возникает вопрос Это может крайне негативно отразиться на здоровье детей И мы считаем что санитарные нормы были просто переписаны под новые стандарты образования не считаясь физиологическими особенностями школьников По нашему мнению за многими проектами такими как образование 2030 цифровая экономика цифровая медицина стоят иностранные компании которые действуют явно не в интересах народа России Так программа реформирования образования подготовлена Международной Организацией Экономического Сотрудничества и Развития Полное название этого проекта звучит Будущее образование и навыков в двоеточии Образование 2030 Мы видим что образование в нашей стране занялись люди абсолютно далекие от педагогики и психологии Прерогативу образования отдали банку При таком раскладе будущего у наших детей нет Разработчики цифрового обучения не скрывают что традиционное обучение с учителем является затратным Депси перестанут получать знания им будут прививать определенные навыки у нас возникают такие вопросы Большинство родителей считают что обучение в цифровой образовательной среде где ребенок большую часть времени будет проводить за компьютером то есть это электронные учебники аудио-видеоматериалы выполнение задания не в тетради а на компьютере общение с наставником и прочее отрицательно скажется на физическом здоровье и психике детей Уже сейчас врачи отмечают у детей рост заболеваний опорно-двигательного аппарата нарушение зрения гипотонии и других заболеваний которые возникают в том числе из-за повального увлечения компьютером наряду с этим умалчиваются или подвергаются уничтожению качественные профилактические лечебные восстанавливающие здоровье и психику программы способные в кратчайшие сроки помочь гражданам нашей страны поправить здоровье так например автора научно обоснованного метода профилактики социально-стрессовых расстройств Светлану Ладурусь подвергает политическим преследованиям и репрессиям тем не менее ее метод успешно практикует множество людей в том числе для воспитания детей В связи с вышеизложенным участниками Всероссийского родительского собрания считают недопустимым реализацию проекта образования 2030 и внесение изменений во ВГОС рекомендуем советам родителей школ городов комитету образования УСВР направить обращение в организацию управления образованием с требованием 1. отменить пункты приказов Министерства просвещения номер 286 287 от 31 мая 2021 года который дает право школам осуществлять образовательное образование посредством цифровых образовательной системы как потенциально опасной для будущего российского образования в области сохранения традиционной формы обучения и воспитания 2. обнародовать результаты педагогического эксперимента по внедрению СОС в регионах России 3. предоставить списки школьных цифровых образовательных платформ информацию об их разработчиках владельцах и обслуживающих организациях 4. предоставить информацию о составе экспертных советов осуществляющих лицензирование деятельности по разработке цифрового образовательного контента 5. предоставить результаты медицинского обследования учащихся которые участвовали в проведении педагогического эксперимента по использованию СОС учились в СБЕР классах 6. комитет образования УСВР союза родителей вместе объединения педагогов призвания выйти с инициативы о создании наблюдательного совета по внедрению СОС в школе приуполномоченном по правам ребенка и добиться участия в этом надзорном органе 7. комитет образования УСВР рекомендовать родителям педагогам комплект материалов по методу Светлана Лада Русь к использованию в общении с детьми Вот основные пункты нашей резолюции Я хочу сказать что сегодняшнее наше собрание показало что действительно если только мы сможем родители педагоги объединиться мы действительно сможем и мы должны обязаны защитить наших детей на право получения традиционного образования Поэтому сегодняшний опыт который был озвучен опыт объединения родителей в регионах успешно показал что действительно можно добиться право детей очно учиться посещать родителями дошкольные образовательные учреждения Действительно все это можно добиться если мы будем смоложенно работать Поэтому мы призываем действительно всех родителей объединяться в регионах создавать региональные советы родителей создавать советы родителей в школах и классах потому что вместе мы действительно сможем защитить традиционное образование и право наших детей учиться в школе с педагогом Также мы призываем всех родителей присоединяться в региональные объединения советов, присоединяться в наш Всероссийский родительский союз вместе. Также призываем педагогов присоединяться к нашему союзу педагогических научных работников призваний при Комитете по образованию УСВР, потому что только мы в силе вместе сможем действительно сказать, что мы как эксперты, как педагоги думаем об изменении системы образования. Всем большое спасибо за участие в нашем родительском собрании.